Друзья, я выключил звук у всех, кроме ведущего, то есть себя, и включил запись. Вы это слышали. И тем самым мы начали наш первый в этом году вебинар номер один семинара Климова-Зателепина. Перед тем, как начать вебинар, сегодня 18 января 2023 года, московское время 16 часов 3 минуты. Перед тем, как начать основную программу вебинара, я сделаю два объявления. Первое объявление о трудах конференции, которая у нас прошла с 3 по 7 октября прошлого года. Редколлегия нашей конференции в составе Пархомов, главный редактор Климов и Зателепин, редакторы, собрала 27 докладов. И в основном Пархомов сформировал из них том этих трудов. Этот том будет на следующей неделе передан в редакцию и будет в издательство, вернее, и будет опубликован, я так думаю, ориентировочно где-нибудь к середине февраля. Мы известим вас о том, что это все опубликовано и можно будет каждому желающему, тот, кто хочет, купить этот том. Условия покупки, как это сделать, обычно это вот через Валдберрис, через Озон, вот таким образом это делается. Можно будет купить бумажный том. Кроме того, мы через какое-то время разошлем всем по нашей обычной рассылке. И также это будет у Просвирного Саши на сайте на его великолепном leonard.sepalm.ru будет размещены эти труды в электронном виде. Вот что касается первого объявления. Теперь о втором объявлении. Меня проинформировал Леонид Ирбекович Руцкоев о том, что один из участников нашего вебинара, Пряхин Евгений Александрович, который у нас выступал примерно год назад, чуть больше, чем год назад, с докладом о воздействиях на биологические объекты, расположенный рядом с реактором, в котором взрывается титановая проволочка. Эксперименты, которые делались в Сухумском физико-техническом институте. Вот эти работы были опубликованы в докладах Академии наук, в секции физика, в журнале доклада Академии наук. И публикация на эту тему, публикация Пряхина и других, в том числе Руцкоева, там и вся команда Руцкоевская, которая работает в Сухуме, они получили диплом в конце прошлого года о том, что их публикация является самой посещаемой, самой цитируемой вот в этом журнале за тот год. Поэтому, ну, вот такое вот приятное сообщение. Дело в том, что ведь это касается всех нас, эта работа как бы к нашему комьюнити относится и люди, которые там участвуют. И вот я думаю, что всем нам это должно быть приятно. Ну, вот на этом я заканчиваю свои объявления. Они заняли всего у меня пять минут. И передаю слово Куриленку. Вернее, перед тем, как передать ему слово, я хочу пару слов сказать о нашем сегодняшнем докладчике. Во-первых, название доклада. Ну, вы все там его видели, но я его еще раз прочитаю. Синтез протон-бора в миниатюрном вакуумном разряде в осциллирующей плазме. Докладчик Куриленков Юрий Константинович. Ну, вот пару слов о нем, потому что он вообще-то участник, несколько раз участвовал в конференциях. Он многим известен, потому что этот человек давно уже в физике работает. Ну, вот пару слов о нем скажу. Потому что в этой аудитории тут есть некоторые люди, которые его не очень знают, я думаю. Вот он работает в настоящий момент в Ифтане, в лаборатории оптической и прикладной физики. Он закончил МЭИ в 1971 году, потом были аспирантуры, потом он вот по настоящее время работает в Ифтане. Он много имел грантов зарубежных, много работал в разных странах, включая там Францию, США, Англию. Я его резюме, значит, вот он мне его прислал, я вот эту информацию из его резюме, по сути дела, беру. Кроме того, вот он работал во Франции в университете Пьера и Мари Кюри довольно много. Это последняя как бы его работа французские во Франции, одни из последних, вернее. Ну вот, то есть этот человек такой с достаточно большим научным опытом. И поэтому он, вот тема сегодняшнего доклада, он сейчас уже вывесил, хотя я ему еще этого не говорил, но он сам, он немножко вперед всегда, но это молодец, он правильно сделал. Вот этот доклад мы сейчас послушаем, он имеет очень большое отношение к тому, чем мы занимаемся, к основной теме нашего семинара, вебинара. И к тому же это эксперимент и некоторые теоретические, так сказать, теоретические работы, связанные с этим экспериментом. Это для нас очень важно и очень интересно. Юр, пожалуйста, тебе слово. Юр, надо включить микрофон. Ты, наверное, микрофон не включил. Включи, пожалуйста, микрофон у себя. Для этого тебе надо убрать, я понимаю, что ты не видишь там ничего. Я сейчас включил. Вот сейчас мы тебя слышим. Так, подожди, а у меня что-то еще горит. Отодвиньте это окно от совместного. Ты возьми курсором его в сторону, уведи вот эту вот штучку, наверное. Ну, ты там все время… Нет, не получается. Давай тогда еще раз, попробуй запустить еще раз. Выйди, как мы выходили, и еще раз запустись. А, вот убрал, убрал, убрал. Оно растаяло само. Не знаю, что… Нет, вот оно опять появилось. Так, 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 что это такое? Ну, я тебя предупреждал, что… Я тебя предупреждал, но ты игнорировал мои предупреждения, так вот. Я предупреждал, что конфликтует PowerPoint и Zoom. Конфликтует, но ты не слышал эти предупреждения. А, что я могу сделать? Так, ну давай еще раз запущу. Еще раз, пожалуйста, запустись. Так. Да, молодец. Вот показ слайдов, да, да, все правильно. Да, все здорово. Слушай, слушай. Так, ну, во-первых, большое спасибо организаторам за возможность выступить. Я краем глаза в ухо слежу за низкоэнергетичными возможными реакциями и все, что связано с Леннером. Но сразу хочу предупредить, что в данной работе у нас чисто классическая физика, хорошо известная. И вот я, собственно, буду рассказывать о том, как в рамках известной физики можно реализовывать реакции ДД и протон-бор, а нейтронная реакция – это нетривиально. Ну, фактически в таких миниатюрных разрядах. Я должен сразу сказать, что тема очень сильно междисциплинарная. Поэтому тем, кто раньше что-то слышал, я как бы завидую. Сначала, с нуля, может быть, это будет сложно. Поэтому я заранее прошу прощения. Значит, о чем пойдет речь? Ну, вот это кратко о чем я буду рассказывать. И ключевые ядерные реакции, хорошо всем известные. Верхние три с выходом нейтронов, нижние безнейтронные. Довольно известно, что нейтроны хороши там, когда их ждут. В обычном синтезе, типа ДД, ДТ, и в тех больших установках, которые планируются, типа Токамака большого, нейтроны будут крайне нежелательны. Они ведут к активации, они ведут к большому загрязнению и так далее, и так далее. Поэтому сильно привлекательным, конечно, являются реакции безнейтронные. Но близок локоть, но не укусишь. Большие энергии нужны для этого. Или экстремальное состояние, как принято говорить. Я буду рассказывать о том, что у нас получилось с протон-бором. Вот желтая строчка. Это реакции с выходом лишь трех альфа-частиц. Нейтроны там есть, но их меньше процента. Так что в этом смысле реакция идеальная была бы, поскольку она позволяет избежать не только нейтронов, но вообще говоря, и теплового цикла, который затратен и вообще говоря, тоже нежелателен, поскольку можно энергию трех альфа-частиц преобразовать в электричество. Ну, со своими сложностями, но тем не менее, это не принципиальная задача. Я буду говорить, короче, вот о... об этой реакции протон-бор и как ее осуществить вот в наших условиях, и как мы к этому пришли. Но чтобы лучше понять, наверное, вот введение будет связано все-таки с ДД-синтезом в рамках примерно тех же условий. И я, собственно, сейчас к этому перейду. Да, вот сечение реакции, только что, которое я показал. Координаты логарифмические. Нас интересует протон-бор, это желтая кривая. Казалось бы, в логарифмическом масштабе все близко, но сразу хочу сказать, если переходить от энергии 100 кF к 10 кF, то сечение реакции протон-бор уменьшится на 13 порядков. То есть все существующие схемы удержания, типа магнитного, инерциального, будь то токомаки или ниф, они не потянут вот в эту область по только что названным причинам. Нужны большие энергии. Порядка 100 кF. 100 кF, между прочим, это температура миллиард градусов, если формально переводить электрон-вольты в Кельвина. Поскольку я из института высоких температур, то вот о более высоких температурах я не слышал. Но сразу хочу сказать, что, забегая вперед, что это, конечно, не будет термоядерная плазма, где в одном сантиметре кубическом все это существует, а будет отдельная область, мы будем получать такие быстрые частицы и сталкивать друг с другом. И отсюда, собственно, пойдет реакция. Значит, в силу того, что энергии большие, непонятно, как их получать. Но существует один из способов удержания, самый, кстати сказать, старый, который это позволяет сделать. Этот способ называется инерциальное электростатическое удержание. Значит, он состоит в том, слева иллюстрация. Анот, внешняя, внутренняя сетка, подается напряжение порядка 100 кF. Допустим, там содержится DD или DT. Затравочные ионы ускоряются, и сходясь в центре с большими энергиями на столкновениях по-английски head-on collisions будет иметь выход какой-то небольшой. Значит, вот пионеры этой схемы это наш человек Лаврентьев. О нем сейчас чуть скажу позже, покажу фотографию. Обратная полярность то же самое, когда анота, катод, меняется местами. В данном случае с катода идет инжекция внутрь электронов. Такая схема была теоретически рассмотрена впервые в 1959 году американскими авторами. И вроде бы под фамилией Ватсон публиковался Эдвард Тейлер. Олег Лаврентьев в 1949 году он служил на Сахалине и написал письмо Сталину с таким интересным содержанием. Он сказал, что он знает, как сделать водородную бомбу. И второе, он знает, как сделать мирный реактор. В части первой он предложил для водородной бомбы дейтерит лития-6. Это вещество позволяет размножать быстро нейтроны в большом количестве. позже выяснилось, что секретная группа Гинсбурга, работавшая в Фиане над этим, пришла к тому же. Ну, естественно, параллельно. Он самоучка, просто читал книжки по физике и интересовался всем. Ну, а в качестве вот мирного варианта он предложил схему, которую я показал вот на первом самом слайде. Письмо первое пропало, потому что был юбилей Сталина. Он написал в ОКПБ, тогда из Южно-Сахалинска прилетел, приехал к нему некий человек, полковник, посмотрел, не сумасшедший ли он, дал две недели комнату, и он все написал и отправил. Его схема попала на рецензию к Сахарову. Позже Сахаров написал, что вот идея Лаврентьева навели меня на мысль о том, что электростатического удержания будет недостаточно для реализации термоядерного синтеза. И вот Сахаров ввел магнитное поле и начиная с 50-х годов все были и продолжают увлекаться магнитным полем неустойчивости и так далее. и так далее. Почетная бесконечная работа. Эта схема была несколько забыта. Есть причины, она довольно низкоэффективная, но тем не менее она осталась. И интерес к ней время от времени возобновлялся. Вот я об этом буду рассказывать и так далее. Значит, что мы имеем? Вот в результате ускорения ионов возникает в центре некий сгусток, вот такая потенциальная яма, и здесь могут идти реакции. Юрий, что по осям? Всегда поподробнее, что по осям, чтобы понятно было. А то непонятно. Вот предыдущий рисунок, если можно. Какой предыдущий? Ну вот этот, который ты сейчас показываешь, что по осям тут у тебя на твоем рисунке? Здесь радиус. А, радиус, да. Ну а дальше вот тут показано напряжение и, собственно, ну это иллюстративная картинка, она позже несколько раз будет повторяться. Вот схему, как я уже говорил раньше, теоретически попытались рассмотреть и авторы пришли к выводу, вот написано в самом начале, что мы заключаем, что вряд ли эта схема годится в качестве термоэдерного реактора, но it may be possible to produce in this way small regions of термоэдерного плазма в хостале. То есть какие-то маленькие области плазмы термоэдерной получать можно в рамках этой схемы. Значит, какая особенность схема, значит, она содержит немаксвелловскую плазму. За счет этого мы можем получать действительно ионы с очень большими энергиями, включая продвинутые топлива типа дегили-3 или протон-бор. Плазма в таких системах или реакторах не зажженная. Фактически выходят продукты реакции через сетки и так далее. И такая конфигурация в целом не требует зажженной плазмы. И не требуется там дополнительного чего-то, чтобы поддерживать ее горячей. Сейчас я говорю о преимуществах. Третье преимущество малые размеры, малый вес и так далее. Но все это уравновешивается еще как главным минусом. Очень крайне низкая эффективность. фактически эти схемы время от времени использовались в качестве источника нейтронов для разного рода приложений. Но вот эффективность АКУ это то, что интересует в термояде всех, кто хочет получить выход. АКУ это ключевая величина. Фактически через 40 лет в конце 90-х в том же Лос-Аламосе решили присмотреть и развить работу 59-го года теоретическую и предложили некоторую модель, которая называется периодически осцелирующими плазменными сферами. ПОПС буду говорить для краткости. Значит, в чем она состоит? Проблема низкой эффективности схемы электростатической состоит в том, что сечение рассеяния ионов, если мы хотим получить реакцию, намного больше сечения самой реакции. То есть они разлетаются до того, как что-то произойдет за счет отталкивания. Вот чтобы попытаться избежать этого эффекта, в Лос-Аламосе было предложено инжектировать электроны в некоторую область. Инжекция даст нам сферический гармонический потенциал, в котором ионы начнут осцеллировать, колебаться. Вот частота, это глубина потенциальной ямы, которая возникает за счет инжекции, это вот радиус условной сетки или виртуального катода, это масса ионов. И вот в рамках это вот плотность качественной в этой схеме электронов, а это вот возникающая из уравнения полосуна потенциал, в котором ионы будут осцеллировать. Значит, вот картинка, значит, вот момент осцилляции, момент схлопывания, это момент, когда возможны в рамках этой схемы ядерные реакции опять же плазма остается не зажженной в какой-то области, с какой-то малой вероятностью. Вот это вот как бы попс компрессион часть. Я использую слайды Лос-Аламоса, я встречался с этими людьми в 17-м году на конференции соответствующей, они мне дали разрешение, ну, чтобы не испорченный телефон, не играть в него. Значит, эта схема была проверена на ионах на молекулах водорода, на гелия, на неоне, и получилась вот глубина ямы, вот частота этих осцилляций, они примерно совпали, вот еще раз выглядит частота таким образом, глубина ямы, масса ионов, радиус виртуального катода, и как свойственно американцам, эксперимент отставал, но они сразу стали экстраполировать эту схему, она имеет большое преимущество, связанное с тем, что Fusion Power Density, выход синтеза, он оказывается обратно профессионален радиусу виртуального катода, или вот R-Grid, то есть, чем меньше этот радиус, тем выход больше, и на бумаге получается, что чем установка будет меньше, тем она будет эффективнее, дешевле, легче, и так далее, и так далее, и поэтому вот сразу возникла экстраполяция фактической электростанции, это вот обычное применение нейтронной томографии, производство изотопов, а вот если взять такую многомодульную конструкцию, где их там больше миллиона, вот может быть получить на бумаге, по крайней мере, вот такая была идея, это вот в работе 2005-2006, но оказалось, что не проходит все-таки вот этот вариант, значит, я буду кратко говорить, слайд слишком детальный, значит, главное преимущество, вот этой схемы, это вот такой скейлинг мощности синтеза, где выход пропорционален глубине ямы в квадрате и обратно пропорционален размером виртуального катода, но в этой схеме оказалось, да, причем в силу того, как осуществляется инжекция и так далее, электронов здесь на порядок меньше должно быть, и вот в рамках такой схемы степень сжатия должна быть для того, чтобы был какой-то выход порядка тысячи. Детальный более собственный разбор тех же авторов в седьмом году показал, что в сферических координатах невозможно осуществить одновременно поддержание параболичества потенциала или ямы и одновременно получить степень сжатия, которая нужна. Поэтому вот сами фактически авторы закрыли эту схему в седьмом году. Но был, на мой взгляд, крайне важный шаг сделан, а именно эта схема оказывается все-таки имеет перспективы преимущества не в том виде, как в 50-х годах предлагал Лаврентьев и Теллер, а вот в случае, когда она оставляет надежду, по крайней мере, когда плазма осциллирует. И вот я фактически буду говорить о том, как нам удалось получить такую осциллирующую плазму, и в ней мы реализовали синтез ДД и вот недавно протон-БО, нейтронный синтез. Валер, прошу прощения, вот мне мешает на самом деле верхняя горит включить, как убрать верхнюю часть. Юр, я, к сожалению, твоим компьютером не управляю. Я как бы не вижу часть названий слайдов, но неважно. Значит, вот схема, с которой мы работали. Значит, я покажу это вот эллистатическое удержание с обратной полярностью. Фактически вот и слово удержание применяешь. вот оно для нас совершенно новое в том смысле, что почему удержание-то? Причем здесь термин удержание? Вот поясни, откуда взялось слово удержание? Конфайнмент это... Да это мы понимаем перевод. А ты, где тут удержание? Ничего не удерживается, все это самое летит, время двигается. И удержание для чего здесь термин? значит, ну сейчас я... Хорошо, не буду, ладно, спасибо. Я в процессе буду как раз об этом рассказывать. Значит, вот это моделирование каратом нашей реальной геометрии анод-катод, я их позже покажу. Юр, ты скажи, что такое карат, для нас же это неизвестно. Это полный электродинамический код на основе полной системы уравнений Максвелла он позволяет смотреть, что происходит в данной геометрии, в данном случае, в нашем случае в разряде, когда мы вот запускаем в нее ТМ-волну, ну или же прикладываем напряжение другими словами, все равно. Код хорош тем, что он позволяет смотреть сложные геометрии и некоторые вещи можно оценить аналитически, а некоторые просчитать практически невозможно. Это вот как раз тот случай. Значит, вот тот голубой анод, это вот паладьевые трубки, наполненные вот эту конструкцию, Юр, эту конструкцию, вы откуда она взялась? Вы ее придумали откуда-то взяли. Валер, мы ее придумали. Слушай, ты меня лучше не перебивай. Ответы все на свои вопросы ты услышишь чуть позже, я тебе обещаю. А если не услышишь, тогда задашь. А то я боюсь просто у нас время. Хорошо, извини. значит, вот если взять такое сечение по вертикали, мы как раз и получим вот эту схему с обратной полярностью. А вот эти крестики, это вот торцы наших паладьевых трубок. Паладьи здесь используется не в смысле ленра, а исключительно в смысле того, что это замечательный металл для наполнения его водородом или дейтерием. По отношению к дейтерием он себя ведет так же, как губка, по отношению к воде, когда вы стираете мокрый стол губкой, губка все впитывает. Так же паладий. Поэтому мы его использовали здесь. Значит, что получается, когда мы прикладываем напряжение? Голубые электроны, они вытаскиваются полем, а красные это дейтероны, которые вылетают из паладьевых анодных трубок. Это 2D. И дальше начинается их ускорение к центру. И вот моменты, когда, поскольку это 2D, снизу тоже будет прилетать вот этот банч красный, моменты, когда они приходят, у нас будет выход нейтронов, моменты синтеза. Это аналог коллапса ПОПС, но вот в нашей схеме. Значит, фактически фактически осцилеторное удержание, мы используем такой термин, мне понравилось у Жванецкого, может быть, в двух словах сказать, что такое осцилеторное удержание. У него написано в какой-то миниатюре «Я шел по набережной Одессы мимо дискотеки, играла хорошая музыка, музыка поддерживала танцующих, танцующие своим танцем поддерживали музыку». Вот в данном случае наши ионы это танцующие, а музыка это вот наличие виртуального катода, который в нашей схеме сохраняется, пока течет ток. И вот то, что они колеблются, как мы сейчас увидели, это и есть фактически элемент осцилеторного удержания. Вот эта потенциальная яма, которая у нас возникает, фактически это микрореактор. Вот такой глубинный в реальном эксперименте был. При приложенном напряжении 70 кФ, глубина яма порядка 60 кФ. Это значит, что дектероны, которые были вверху, около анодной трубки, теперь ускоряются, на осе приобретают такую энергию, и встречаются с такими же встречными потоками, которые прилетают с другой стороны. Вот, собственно, это и есть столкновительный синтез. Значит, вот эта схема, не буду углубляться, здесь радиус, здесь энергия, скорость по отношению к скорости света, это вот область катода, коническая часть, откуда электроны вытаскиваются полем, они ускоряются до энергии по числу близкому к приложенному напряжению, зеленая область анодной плазмы, где поладивы трубки, дальше они с одной стороны взаимодействия с поладивыми трубками вытаскивают оттуда дейтероны, а с другой стороны, проникая внутрь сетки из поладивых стержней начинают тормозиться, и вот фактически их торможение образует вот эту область, она называется виртуальным катодом, размером порядка 0,1 сантиметр здесь. Другими словами, я поясняю эту же схему, что здесь происходит, это вот радиус, а это энергичастиц, голубые электроны, красные дейтроны. Значит, электроны ускоряются до значения порядка 60-65 кэф, потом тормозятся и образуется виртуальный катод. И на такой же уровень по энергиям в центре на оси мы имеем дейтроны порядка 60 кэф. Этого совершенно достаточно, чтобы получать выход нейтронов при встречных столкновениях. Вот как бы азы того, что есть. Вот реальный катод анод, это скрепка, все миниатюрно, катод с конической частью, и вот две крайности, три электрода палладия и 13. Оно в данном случае нас интересует, забегая вперед, мы будем работать с этим, что я буду сейчас показывать. И дальше мы фактически вот для простоты взяли старый электрод, когда захотели получить синтез протон-бор. Значит, напоминаю ДД-реакцию, вот два канала, фактически нейтроны проявляют себя вот в таком задержке сигнала 46,6 нс на метр для диагностики. И вот пример, вот наша установка, катод, анод, CCD-камера, два фотоумножителя, номер 4 и номер 2, 4 регистрируют в основном рентген, такие сантилляторы, а номер 2 нейтроны. И вот режим пульсирующий. Это вот вид дает в рентгене CCD, потому что здесь через пенхолл, закрытый фольгой, мы видим только в рентгене изображение. Значит, вот пульсирующий выход, а бывает одиночный выход, вот его может быть и проще пояснять. Значит, смотрите, что происходит. Мы подли напряжение, возник сильный рентген, это я не сказал 1,3, это сигналы пендиодов калиброванных, они имеют максимум чувствительность уровня 10F. Значит, сигналы фотомножителя естественно задерживаются по отношению к пендиодам, пендиоды мгновенные. Значит, вот когда приложено напряжение, идет большой рентген, канал 4, фотомножитель 4, и дальше на спаде рентгена получается некий экстрарентген. С чем он связан? И тот экстрарентген, дополнительный рентген регистрируется пендиодом, здесь излом возникает. Он связан с разлетом продукции реакции, с дополнительным вот таким фактическим маркером, который появляется. А это импульс нейтронный. И вот разница между ними во времени как раз соответствует задержке такой. Если мы будем приближать фотомножитель 2 к источнику, сигнал сместится влево, если отдалять, он сместится вправо нейтронный. Вот, это как бы азы, это все получено в нулевых. В чем здесь особенность? Значит, у нас длительность в эксперименте была порядка 50 наносекунд. И оказалось, что вот если мы меняем расстояние ноткотод, мы фактически меняем предельный ленбюровский ток. А ленбюровский ток предельный, как было показано вот в работах, в серии работ Барингольца месяца, которые разбирали, что происходит на фронте факела, откуда берутся зарегистрированные неоднократно и непонятно очень быстрые ионы. Вот оказывается, на фронте факела катодного тоже может возникать такая потенциальная яма. Вот команда месяца занималась и вот время жизни или восстановления образования связано с приложенным напряжением, емкостью и вот этим ленбюровским током. Когда мы уменьшаем расстояние, эффективное имеется в виду, то ток увеличивается и время это падает. Короче, когда мы сдвинули наши электроды, мы переходим в режим пульсирующий, а когда раздвинули, мы получаем однократный выход. Вот в случае однократного выхода имеется такая картинка для потенциальной ямы и соответственно фазовые портреты, что есть между надовым катодом виртуальной катодой движения электронов. А это случай, когда мы придвинули яму становиться шире, ну и примерно все то же самое, но только возникают осцилляции. Если мы перейдем в режим изменив давление, когда у нас появится больше кластеров содержащих тоже дейтерий, ток каналу реакции ускоренный дейтрон, ускоренный дейтрон в лоб-лоб добавится канал реакции ускоренный дейтрон дейтерий, содержащий кластер. Вот в данном случае картинка такая и выход нейтронов, поверьте мне, я тут не показывал, чувствительность разная, оказывается в этом случае на порядок и больше выше, чем в случае относительно прозрачных в кавычках ансамблей таких. Вот. Значит, суммируя, значит, получилось так, что вот справа это то, что делали в Лос-Аламосе, но так и не дошли до дядерных реакций, получили довольно неглубокие ямы, низкие частоты осцилляции и система в целом довольно капризна была, потому что нужно было иметь 6 эмиттеров электронных пучков и плюс там подавалось дополнительно пульсирующий напряжение, связанное с раскачек качелей для поддержки этих осцилляций. У нас все делается фактически автоматически в рамках найденной, она была найдена фактически тремя годами эксперимента с непониманием, что происходит. Вот такой схемы, которую я изложил. и у нас получается, что глубина порядка 100 кэф возникает, глубина ямы, частоты осцилляции электронов вот такие и соответственно выход или фьюжн пауа он профессионален вот этим величинам, то есть система у нас действительно эффективная и как бы довольно простая. Но тут есть день, потом, попозже. Код требует участия. Вот, вот, короче говоря, мы перехватили эстафету у американцев вот этой работой и подчеркну еще раз, что вот пульсирующая плазма, пульсирующие ионы это вот один из способов реализовывать ядерные реакции довольно простым образом, оставаясь в рамках классической физики. Ну, а теперь я перейду к протон-бору. Значит, это скажу несколько общих слов и придется мне тут верить на слово. Очень популярна, особенно на Западе, термин clean energy. Это не только связано с зелеными, но и с ними тоже. Но действительно, clean energy в их терминологии, терминология все, что связано с протон-бором, они называют clean energy. Это журабль очень на высокой высоте летящий, далеко в небе, но в принципе, в принципе, почему бы и нет. Первая работа экспериментальная была в группе Вадима Северяновича Беляева в цинимаше. Вот в 2005 году они продемонстрировали выход альфа-частиц из этой реакции, облучая лазером некий бор, содержащий мишень. Значит, вот показываю, что некоторые азы, опять же, связаны с этой схемой. На самом деле, она гибридная, это не только синтез. Синтез имеет место в первый момент, когда протон взаимодействует с бором, возникает краткоживущий углерод. Вот в таблице Менделеева, значит, добавив протон, мы получили углерод. И углерод распадается, дальше пошло деление. Значит, распадается он, вылетает одна частица, возникает бериллий, и бериллий чуть позже тоже распадается. Теоретически, вот до начала там примерно 13-14 года было принято, что выход вот с такими энергиями первая альфчастица имеет вот такую энергию и две альфчастицы одинаковые. Потом, вроде бы, это было пересмотрено теоретически, и вот на самом деле вылетает первая альфчастица в рамках этой схемы вот с такой энергией и две соответственно с энергиями большими и поменьше. Вот пример для иллюстрации последующих работ довольно сложно их реализовывать, потому что вопрос оптимизации мишени и так далее. Работа французская 2013 года значит два лазера мишень бора, один лазер наносекундный образует плазму бора, второй лазер бьет по фольге, образуется на тыльной стороне фактически пучки быстрых протонов, они взаимодействуют, имеют место реакция протон-бор, и все, что делается последние годы, ну за 15 лет с лишним после работы Беляева с сотрудниками, это вот лазер драйвен, протон-бор фьюжн, так принято коротко говорить, лазер драйвен. Значит, наша схема, забегая вперед, это впервые продемонстрировано в мире маленькое компактное устройство с удержанием осцилляторным, в котором тоже можно реализовать эту схему. Вот я об этом буду рассказывать подробнее. Значит, вот разрез нашей камеры, что мы тут имеем? Катод, анод с палладиумами, стержнями, и для регистрации СЕР-39 будет пластиковые детекторы. Часть из них будет закрыта алюминием для регистрации именно альц, а не всего, что прилетит. Вот вольтамперная характеристика, напряжение до 100 кФ и ток порядка 1 кА. От розетки все это примерно 1-2 джоуля. Малоэнергетичная схема. Так, вот наш старый катод, который мы использовали для ДД исследований, а вот этот новый фактически с прорезями для того, чтобы наблюдать выход частиц по радиусу. И что-то будет наблюдаться естественно с торца. И мы использовали не просто для простоты, но благодаря тому факту, что много раз обстрелянный пучком в реакциях ДД, в исследованиях ДД палладивая поверхность оказывается вот такого типа сильный микрорельеф развитый. И мы этот микрорельеф заполняем наночастицами бора в рамках катафореза. То есть одновременно у нас идет и процесс электролиза и вот электролиз в обычной воде. Мы наполняем дейтерий в данном случае водородом, а не дейтронами, как в случае ДД синтеза. Значит, в процессе электролиза дейтериевые трубки наполняются водородом, а поверхность наполняется такими наночастицами. Вот один масштаб, вот масштаб, вот такие наночастицы окажутся, они забьют все поры, кратеры и так далее. И теперь, когда мы вставляем вот это все в разряд, то у нас возникает на границе такая плазма, но не плазма, скажем так, на границе возникают ионы бора и протоны. Так, ну, схема диагностики просто для эксплуататоров это важно. Значит, вот если мы используем СЕР-39 закрытыми фольгой где-то, то альфа-частицы будут прилетать с энергии больше трех мы в протоны больше 0,9, а бор с такими энергиями. Это важно для интерпретации всего, что происходит. Вот. И вот пример того, что дает наблюдение с торца. Это случай, когда бора вообще не было нанесено на поверхность наших трубок. Мы получаем следы треки протонов. В случае, когда мы добавляем бор в рамках описанной схемы, у нас появляется очень маленькое количество вот больших треков. Не буду сейчас долго рассказывать об основании, но это треки именно альф-частиц. Тут связано с литературой и так далее. Все завязано. И вот в рамках электрода уже сбором и водородом мы фактически показываем, что вот в рамках нашей простейшей схемы возможно получить какое-то количество альф-частиц. Это вот они возникают, когда СЕР-39 не закрыта фольгой, а вот в случае ЕФ, когда СЕР-39 закрыта фольгой. Вот такие гистограммы для второго случая протон ионы бора тут помимо протонов тут есть и другие более крупные кратеры и какое-то маленькое число альфа-частиц. Вот все детально описано вот в работе ФИЗРФЕ вышло в 2001 году кратко, но тем не менее вот все, что я рассказал там более подробно. значит это наблюдение по радиусу в случае А и Б СЕР-39 они покрыты алюминиевой фольгой, поэтому естественно она все задерживает и ничего нету кроме альфа-частиц. Но оказалось, что и без алюминиевой фольги это альфа-частица с большой энергией, а вот это с учетом как идут себя размеры треков. Вторичные альфа-частицы, как я уже говорил, имеют большую энергию и маленькую. Это вот случай маленький энергии 0,9. Значит, почему нет здесь ничего больше? Потому что по радиусу глубокая потенциальная яма удерживает протоны, бор и так далее и они колеблятся. Вот, собственно, это удержание, Валер, о котором-то спрашивал. И вылетают только альфа-частицы. У них энергия, естественно, огромная, мэвная энергия. Вот. Ну и вот как бы я чуть позже скажу о том, сколько выходит и так далее. Попробую проиллюстрировать в рамках вот нашего электродинамического кода карат автора Владимира Тараканов к несчастью ушедший из жизни в декабре. Очень мощный инструмент и в данном случае он фактически нам очень сильно помогал. Значит, мы делаем то же самое при моделировании, что с ДД, наполняем наполняем в кавычках в моделировании вот эту область ионами бора и водородом. Вот на таком вольт-амперном характеристике по газу порядка 2-3 2-3 наносекунд фронт. Вот к этому моменту мы уже имеем смесь всего с вылетом частиц продуктов реакции. Значит, что здесь? Это образование виртуального какого-то. Это энергия электронов по радиусу. Значит, вот они вытаскиваются. Ну, я не сказал отдельно, но мы тут перешли к более такой цилиндрической, более полной цилиндрической схеме в геометрии. Вот они ускоряются, электроны, до значения порядка 100 кF и дальше прилетая внутрь, внутрь, в область межэлектродную они образуют виртуальный катод. Это вот так называемый фазовый портрет, как было для ДД случая, только в данном случае у нас вот уже тут будут продукты реакции. Значит, вот суммарная, что ли, картина вот на этом слайде всего, что возникает в нашей схеме и что нам позволяет увидеть с помощью кода. Значит, это вот картинка межэлектронная, межэлектронного пространства на второй наносекунде. Здесь отдельные группы ионов, протоны и боры, их осцилляции по радиусу. Вот это потенциальная яма с головной порядка 100 кF возникает довольно длинная. И в этой яме фактически имеет место осцилляции протонов и ионов бора. Здесь время, а здесь энергия. Индексом Y показаны группы протонов. Они имеют энергию до 300 кF примерно, потому что энергия пропорциональна заряду. В данном случае моделирование проходит для простоты только для Z3. а это вот энергия до 100 кF и ниже протонов. Видно, что поскольку массы разные, заряд разный, у нас не будут частоты совпадать. Это отдельная тема, эффективность будет ниже, чем в случае, когда частоты совпадают. Но тем не менее, в какие-то моменты времени, вот в районе оси разряда, как показывает моделирование эксперимент, все-таки реакция идет. Это вот иллюстрация по энергиям, что имеется с продуктами у нас, реакция серой бериллией и две группы альфчастиц. Первичная вот такие фиолетовые и вторичная крупная. А здесь желтая бор, красная протоны и синие электроны. И вот выход во времени пульсирующий выход, пример выхода вторичных альфчастиц. Так. Так. Далее. Вот картинка муви, кино. Приложили напряжение, время, желтые, ну, уже все понятно, красные протоны, желтые бор и вот фиолетовые и темно-желтые большие. Это продукт реакции, это вторичные альфчастицы. Вот, собственно, наличие осцилляций, которые имеют место вот в такой схеме и дают периодический выход пульсирующей альфчастиц. Ну, примитивно, еще раз Валер спрашивал про осцилляторное удержание. Вот, если бы удалось каким-то образом, забегая вперед, поддержать наличие виртуального катода этой ямы, единожды инжектировав что-то магнитным полем и так далее, то у нас бы эффективность возросла. У нас пока что идет ток и поэтому вот эффективность сейчас я не скажу, она небольшая. Но, думаю, что вот такое моделирование оно показывает, что должно быть. я наверное не буду вдаваться слишком в детали. Чем мы отличаемся от схемы периодически осциллярующих плазменных сфер? В работе в конце 90-х начала нулевых значит, как я уже говорил, примерно на порядок концентрации электронов больше, чем ионов в этой схеме была заложена в модели и так далее. И именно в рамках такой модели все функционировало. В нашем случае мы переходим в режим, который можно назвать квазенейтральным. Вот пример концентрации электронов кривая B и R это протоны, Y это ионы бора. Вот в точке по радиусу 0,2 мы видим, что разница есть, но она не такая большая. Для того, чтобы сравнивать, надо желтую кривую умножить на 3, потому что заряд 3, и прибавить мысленно концентрации протонов или наоборот вычесть из мы сейчас это сделаем из синей кривой сумму и увидим, что мы работаем в нашей схеме практически в квазенейтральном режиме. Вот два примера. Это случай, когда мы берем точку на расстояние 0,2 от радиуса, а это на при радиусе 0. Мы вычитаем из концентрации электронов концентрацию ионов. В данном случае мы получаем что-то вот такое далеко, а на оси мы практически имеем дело с квазенейтральной плазмой. А вот это сечение потенциала. И мы видим, что в области виртуального катода градиент потенциала близок к нулю, то есть плазма действительно в этой области оказывается квазенейтральной. Это важно для чего? Для того, чтобы смотреть величину выпада. Значит, вот это общий слайд, который описывает разницу между нашей схемой и схемой ПОПС. Значит, если схеме ПОПС превалируют электроны и она не квазенейтральна, то в нашем случае вот параметр квазенейтральности, который существует отношение ионов к электронам, в нашем случае он может быть большим. И вот как бы физика отсюда тоже немножко другая. значит, если мы для случая цилиндрической геометрии вот в оригинальной схеме у нас вот это тета параметр квазенейтральности 0,1 и степень сжатия вот такая, то в нашем случае я сейчас не буду говорить о деталях, у нас как бы другая система по физике квазенейтральной и ненейтральной плазмы сильно отличаются. У нас этот параметр порядка сотни, а степень сжатия очень небольшая. Вот и наличие при этом ну а вот эта формула, которая собственно описывает величину выхода синтеза и в той и в той схеме вот глубина потенциала еще раз параметр квазенейтральности, степень сжатия, длина и виртуальных катод. И наличие у нас еще вот опять же в этом выражении очень маленького размера виртуального катода стоит, который стоит в знаменателе и очень большой величины F фактически делает вот эту схему эффективной. И вот собственно по этой причине мы и в рамках этой схемы могли зарегистрировать ну или скажем так реализовать нейтронную реакцию протона Бор. Ну тут некоторые детали я может быть не буду. Значит мы дело имеем в таких схемах с немаксвеловской плазмой. И вот два крайних случая пунктир это немаксвеловская функция распределения, сплошная это некоторая смесь Максвелла с каким-то пучком на хвосте. И вот что дает моделирование для случая энергия протонов это функция распределения полученное усоединением по всему межэлектродному пространству а это функция распределения для ионов Бора. А теперь если мы возьмем вот этот ящичек эту область примыкающую к оси где все и у нас происходит вот мы получим фактически такой явно немаксвеловский пик для протонов и вот такую картинку для ионов Бора. Мы имеем дело с немаксвеловской плазмой. Вот общий слайд который так схематично показывает эволюцию работ по протон-Бору. Все началось вот как я уже говорил из группы Беляева был такой выход примерно вот он стал нарастать вот эту схему я показывал дальше я уже это надо смотреть отдельные вещи но где-то сейчас до 10-8 с учетом ухищрений и так далее можно получать меня энергию лазера и так далее и так далее значит в нашем случае мы фактически дополняем вот исследования по лазерному протон-Бору и значит вот резюмируя что вот у нас получилось вот в этом миниатюрном разряде мы получали получили суммарный выход альфа-частиц вот порядка 10 четвертых 4 пи за 200 выстрелов 200 выстрелов просуммировав наши 20 с лишним наносекунд порядка 4 микросекунд вот и выход в нашем случае альфа-частиц оказался примерно 250 на выстрел и 10 альфа-частиц на нансекунду если посмотреть выход энергия взяв энергию число альфа-частиц их энергию к вложенному нашему джоулю порядка вот минус 9 крайне низкое что и следовало ожидать эффективность этой схемы вот еще раз детали вот в этой небольшой но насыщенной статье физревия 10 таким образом вот что мы сделали мы как бы вот ушли от вариантов с воздействием лазера на мишень или же есть еще пара работ с воздействием протонных ускорителей на борсодержащую мишень мы ушли вот к этой компактной схеме у нас размер камеры порядка размера теннисного мячка но эффективность на данной стадии мы эти эксперименты надо рассматривать как демонстрационное поскольку может быть вы обратили внимание что моделирование было не для совсем тех геометрий расположения палладьевых трубок как в старом аноде значит в нашем старом аноде мы фактически не могли получать осцилляции осцилляции получаются в электромагнитном коде как они получались для ДД в данном случае у нас выход альпчастиц за счет разового схлопывания протонов и ионов бора на оси то есть когда мы перейдем к лучшей геометрии то значит выход у нас будет больше так значит ну и вот фактически последний слайд last but not least два слова вот известный Lawson критерий для того чтобы получить Q больше единицы нужно выполнить такое соотношение плотность время удержания ну вот для таких примерно порядков температур для плазма ДТ и тогда плазма зажжется и мы получим Q больше единицы собственно к чему человечество стремится уже больше 60 лет забегая вперед вот на нифе недавно было получено это Q больше единицы но надо не забывать что input на нифе это не общая энергия от розетки а это энергия лазерная то есть реально Q у них на два порядка ниже чем но по отношению к лазерной энергии да вот Q получилось на сегодня за счет вложения там порядка 15-20 миллиардов и сколько-то лет работы вот ну и они подчеркивают сразу потому что газетчики стали писать о том что да-да Q больше единицы но они сразу отмежевались они сказали что мы были задуманы для того чтобы в отсутствие ядерных реальных взрывов моделировать такого рода систему устройства и мы не собираемся производить энергию ну и правильно вот я хочу хочу подчеркнуть что с энергией тут все это журавль в небе значит что у нас получается вот в нашей такой схеме электростатической с осцелирующими частицами кстати сам Лоусон вот в его время появились некоторые эксперименты он вот в рамках электростатического удержания был такой Филов Армсворт который занимался этим в конце 50-х начало 60-х стал получить деньги но все были заняты магнитным удержанием соревнованием с Советским Союзом и в результате вот он только лишь продемонстрировал выход нейтронов но не больше но без исследований кстати тоже вот в нашем случае что происходит у нас периодическое ну не горение а периодический синтез вознимает возникает моменты коллапса в осцелирующей плазме поэтому по аналогии с Лоусоном критерием вот было получено такое было получено такое выражение это вот работа Гуськова вашего покорного слуги оказалось что для того чтобы получить побольше единицы нужно выполнить вот такое соотношение ню это частота осцилляции чем она больше тем лучше а тау это то время удержания которое нужно для того чтобы получить вот q больше единицы то есть грубо говоря если в идеальной схеме мы за счет чего-то поддерживаем наличие виртуального катода то ее наколеблется и далее мы должны просуммировать выход ядерных реакций в момент по всем моментам колоса а для того чтобы получить q больше единицы мы просто должны вот это тау набрать в отдельный в отдельный колос q много больше единицы а если просуммировать все моменты колоса можно получить больше ну вот на бумаге оказывается больше миллисекунды нужно на самом деле так сказать тут некоторые допущения были может быть и побольше чтобы выйти на q больше единицы ну а в нашем случае нужно писать мы этим занимаемся для протон-бора это более сложная схема разной массы и так далее но может быть ну не может быть мы это сделаем вот я хочу заключить рассказ вышла книга в 4 мой собственный рассказ вот цитата из книги американской Майли это известный физик-ядерщик его молодой помощник Крупакар Мурали они написали книгу такую обзорную по этой схеме удержания со всеми деталями имеющимися и так далее она попала ко мне на рецензию когда-то значит вот там в последнем разделе про реакции написана такая фраза она такая забавная но тем не менее по-английски звучит once протон-бор брекевен эксперимент на small volume with a small дайте по-русски как только брекевен брекевен это получение в кубе больше единицы будет продемонстрировано масштабирование к большому производству с генерации электричества произойдет очень быстро ну вот фразы длинные но суть-то здесь конечно вот в брекевене и до брекевена очень далеко и если говорить о будущем то конечно без магнитного добавления магнитного поля в качестве удержания такие схемы существуют они схемы типа поливела они возможны и это будет q повышать но это отдельная очень большая работа ну вот наверное в качестве заключения я приведу что здесь написано значит вот не буду читать все подряд но смысл какой что ключевая роль вот в нашем nvd это nano second vacuum discharge по-английски все сделано для слушателей которые владеют только английским значит вот разряд с малой энергией значит наличие виртуального катода позволяет как виртуальный катод это есть потенциальная яма потенциальная яма позволяет как ускорять необходимые до них необходимых энергий для электронного синтеза ионы так и удерживать их вот и это вот фактически пояснил нам компьютерный эксперимент а фактически поиск экспериментальный вот привел к геометрии которая вот она была реализована в конце 90-х в ДД еще в университете Пьера Марии Кюри я вот эту работу собственно сюда перетянул когда там все закрылось вот и значит вот ускорение применительно к протону Бору позволяет получить выход каких-то в каком-то объеме альфа-частиц ну и благоприятный скейлинг который есть но он фактически вот обеспечивает наличие такого выхода если бы не было скейлинга то есть мы оказались случайно совершенно работая с миниатюрными электродами с тем о чем фактически американцы стали мечтать на бумаге примерно в то же время мы с маленькими электродами работали а они вот пришли к тому что скейлинг такой что нужны маленькие виртуальные катоды и так далее и так далее значит если энергия получение энергии это журавль в небе я это подчерпаю то вот наличие такого источника для медицины наработки изотопов оно не абсурдно и скажем вот если взять источник порядка 10 пяткой герц тут кило лишнее можно получить вот выход альфчисицы вот такой примерно за секунду не такой быстрый как в лазерном синтезе но тем не менее и система маленькая компактная то есть какая-то перспектива или по крайней мере ниша как источник у нее возможно есть ну наверное я должен поблагодарить слушателей за терпение и внимание и готов ответить на вопросы если они есть спасибо большое Юрий спасибо за очень насыщенный и очень такой важный для нас еще сегодня мы поймем почему чуть попозже почему он важен друзья сейчас можно доклад друзья сейчас можно задавать вопросы всего один пока одна рука поднята говорит о том что ну мало чего поняли но тогда все-таки послушаем вот Сергей Цветков пожалуйста вопрос алло слышно да Сергей слышно у меня такой простой вопрос почему реакцию протон Бор-11 которая по сути своей является реакцией деления называете реакцией синтеза начинайте ее сравнивать с реакциями синтеза ДД вопрос понятен отвечаю эту реакцию принято так называть это общепринятая терминология в своем докладе рассказе я подчеркнул что на самом деле эта реакция есть гибридная в ней есть синтез в самый первый момент времени когда образуется углерод с этим вы не поспорите это реакция синтеза а дальше идет развал то есть в реакции присутствует на самом деле и синтез и деление вот если долго говорить это реакция гибридная поэтому я и показал таблицу Менделеева что там происходит но в литературе вот поскольку все идет все начинается с синтеза углерода вот в литературе принято мировой говорить как реакции синтеза о нейтронной тогда следующий вопрос вы регистрируете углерод при прохождении этой реакции сколько времени он составляет синтез этого и сколько он держит 10 минус 17 секунды конечно нет это ничего понимаете вы я спрашиваю вы его регистрируете этот нет ну значит это ваша фантазия получается принято вы что-то тут запутываете все в мозги и начинаете какие-то Сергей пожалуйста без этих без переходов давайте вопросы задаем а выступить вы потом сможете давайте давайте я отвечу значит я рассказал все как есть значит наличие углерода в эксперименте вы меня спровоцировали наличие зарегистрированных альф-частиц говорит о том что реакция имеет место это первое второе без фазы образования углерода эта реакция невозможна поэтому насчет мозгов и так далее давайте следить за терминами здесь сказано все а вот насколько уж вы это уловили так сказать ответ ответ Юрий ответ получен значит Сергей вот я может быть тоже добавлю понимаете получить три альфа-частицы без синтеза не получится вот о чем говорит Юрий вот сразу делением ведь у вас протон тогда сохранится там нейтроны появятся и так далее здесь нет нейтронов это самое важное вот о чем он говорит ответ получен Сергей еще есть вопросы Сергей выключил звук да наверное вопросов нет ну и вот эти вот выступления такие давайте друзья так не будем относительно каких-то там мозгов и так далее мы научный семинар тут давайте вежливо так спасибо Цветкову тем не менее он спровоцировал вот полезность его вопросов и состоит в том что он спровоцировал по сути дела дискуссию и это очень важно для любого семинара Валерий Пакулин пожалуйста Юрий Константинович позвольте два вопроса первый когда-то было модно использовать ячуйку пенинга если вы помните такой измеритель вакуума который имеет примерно такое же устройство как цилиндрические и магнитное поле возможно ли применение в ваших опытах этой ячейки да значит за недостатком времени я просто об этом не сказал американцы в качестве вот ячейки модуля такого маломасштабного для экспериментов собирались использовать ячейку пенинга с какой-то оптимальной геометрии и так далее вышло примерно 2-3 работы описывающих эту ячейку и дальше все прекратилось в общем они не не смогли реализовать видимо эксперименты были но раз публикации нет значит не получилось у них но вы правы в том что вот они тоже пришли известная вещь такая эффективная схема но вот не получилось работы примерно там одна три работы вышло там они так смесь теории эксперимента не получилось в начале нулевых поэтому фактически я сейчас не берусь судить но вот одна из причин не только потому что теоретически было показано авторами что нельзя одновременно получить большую величину степени сжатия и наличие там потенциальной ямы и так далее но видимо вот все-таки эксперимент важен эксперимент стоит на первом месте во всем если эксперимент не получился а ставку не делали именно на ячейку пенинга то ну видимо как-то теория подтянулась к тому чтобы все это закрыть здесь вопрос открыт остается мы вот использовали то что мы использовали я думаю что какие-то вещи когда если бог даст если мы доживем или наши последователи доживут до продолжения этой работы какие-то и когда будет введено сюда магнитное поле для для поддержания времени жизни виртуального катода без вкладывания дополнительной энергии то есть без инжекции тогда что-то от физики связанной с ячейкой пенинга безусловно сюда будет переброшено или как-то заимствовано пока что на этом этапе ничего этого нет спасибо Юрий Константинович можно еще вопрос конечно да конечно у вас вы показали нам роскошный торт а нельзя ли положить на него вишенку роскошный вишенку такую скажите пожалуйста у вас есть идеология какая-то вот этих всех ядерных процессов можете ли вы нам дать в нескольких словах хотя идеология у нас запрещена по конституции но все-таки дать определение что такое частица что такое заряд и какие силы удерживают частицы в ядре вот просто определение почему ядро не разваливается да вы знаете я это это философский вопрос на самом деле здесь дело не в идеологии и к моему докладу ваш вопрос прямого отношения не имеет давайте давайте да не имеет давайте я отвечу таким образом вот наличие ядер это экспонентальный факт мы это знаем и мы работаем с тем что есть вот с этим черным в кавычках ящиком удерживается и так далее я скажу вам что-то а вы скажете я мозги там что-то такое поэтому я не буду втягиваться в эту дискуссию мы работаем с тем что есть в рамках тех размеров черных ящиков и и нашего понимания что там внутри этих ящиков на сегодняшний день что-то что-то мы знаем что-то мы не знаем то о чем вы спрашиваете вопрос очень сложный и времени семинара не хватит спасибо 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 Юрию за ответ он очень взвешенный взвешенный и спасибо Валерию Популину что он удержался от ну от некоторой рассказа о своих подходах вот к тому что же ядро удерживает вот в этом малом размере в котором оно находится то есть обоим нашим участникам спасибо так и у нас на текущий момент последний последний человек с вопросом это Александр Павлович Никитин Александр Павлович пожалуйста Юрий Константинович чуть-чуть куда-то у вас очень плохо слышно ближе к своему микрофону пожалуйста Юрий Константинович если я не прокопал вы говорите что это происходит реакция внутри ну теннисного мячика а какая температура там и в какой среде вот эти вещи не можете уточнить нет теннисный мячик я сказал что сама разрядная камера не превышает размеров теннисного мяч это раз по поводу температуры значит я тогда вернусь собственно прошу прощения все перелистываю к первому слайду ну не к первому а к одному из первых базовому значит смотрите поскольку у нас плазма не Максвелловская за время прохождения ускоренных протонов и ионов бора осевой части разряда не происходит термализация говорить о температуре в нашем случае будет некорректно у нас плазма не Максвелловская если бы была бы Максвелловская плазма то тогда бы мы говорили о температуре у нас возникает ускоренные частицы которые при встречных столкновениях достигают энергии которые соответствуют вот такой температуре порядка 100 кF это как бы вот энергия то есть в нашем случае короче говоря принцип такой если у вас есть плазма Максвелловская то в кубике в кубическом сантиметре вы имеете частицы с Максвелловским распределением можно говорить о максимуме хвосте ионов и так далее в нашем случае плазма не Максвелловская не происходит термализация в моменты коллапса поэтому но у нас есть механизм ускоряющих ускоряющие частицы формально до энергии которые они содержали бы если бы эта плазма была бы Максвелловской тоже но у нас есть лишь отдельные частицы поэтому плазма не Максвелловская и о температуре говорить здесь смысла нет но энергии мы такие получаем я имею ввиду энергия для протонов порядка 100 и чуть больше а для Бора ну с учетом Z порядка несколько сотен я бы так я вот так ответил в вакууме происходит да в вакууме выход ну грубо вы бомбардируете Александр Павлович ближе вы совершенно вас не отрегулировано ближе пожалуйста Юрий Кисантинович вы грубо говоря в вакууме бомбардируете протонами Бор ну это встречное столкновение и система протонов и система Бора колеблется с разными частотами потому что у них масса и заряд разный но в какие-то моменты они совпадают с какой-то вероятностью где-то больше где-то меньше и это не бомбардировка это встречное столкновение сейчас я покажу сейчас я понял какую картинку вам показать нужно а что их навстречу друг другу магнитное поле и что не 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 а у нас у нас в качестве ускорителя ускорителя работает вот вот этот микроускоритель вот такая глубокая потенциальная яма вот на краю ямы вверху их энергия близка к нулю а дальше когда они туда попадают они ускоряются вот до таких энергий протоны а Бор надо умножить еще на а что ускоряет что ускоряет протон поле виртуального катода или потенциальная яма наличие ну электрическое поле и кромагнитное поле электрическое поле электрическое поле нет когда мы вот смотрите еще раз когда мы инжентируем допустим вы делаете анод с дыркой и облучаете этот анод каким-то пучком электроны пролетают через дырку вылетают на расстояние пролетая анод тормозятся и образуют там виртуальный катод у нас виртуальный катод поддерживается нашей геометрией вот в этой геометрии он не может не возникнуть юрий есть электрическое поле юрий юрий вот юрий ты вопрос не понимаешь я то понимаю потому что я сам нахожусь как бы по другой стороне этой баррикады с чего тогда вопрос вот никитина я могу тракт транслировать с чего начинается твой эксперимент еще раз толково объясни откуда берется начальный поток протонов за счет чего он начинается палладьевые трубки содержат водород то бишь это и есть протоны и на поверхности они содержат наночастицы бора когда электронный пучок с энергией порядка 100 кФ облучает эту трубку то вокруг нее образуется некая плазма содержащая протоны и гор иначе быть не может потому что энергия пучка очень большая и плотность тока очень большая вот а вблизи что означает вблизи трубки вблизи трубки это означает на краю вот той самой потенциальной ямы вверху то бишь дальше они попадают туда затягиваются ускоряются и на встречных столкновениях мы вот имеем собственно может быть вот вот эта картинка с концентрациями на оси она не может картинки понять мы все равно тут током не можем они очень информативные электронами облучение электронами электронно-лучевая трубка что ли нет но у нас у нас полый катод так сказать я уже сказал что система сильно междисциплинарная фактически когда вы прикладываете поле то поле вытаскивает электроны и образуются автоэлектронные пучки они так называются приложили поле получаете так сказать в рамках в рамках вот этого катода это геометрия получаете наличие пучка электронов с такими энергиями вот тут я ну вот вот смотрите это радиус это радиус это энергия синяя энергия синяя энергия Юрий вопрос Никитина совсем не о том как потом будет что-то развиваться а вопрос о начале процесса Валер Валер а я и говорю о начале вот у нас электроны ускоряются откуда взялись электроны он не понимает ты не слышишь вопроса а электроны вытаскиваются из катода откуда же а кто вытаскивает электроны поле ты сначала прикладываешь к промежутку поле он спрашивает какое поле ты прикладываешь на катод ты подаете напряжение что ли конечно а как же он про это тебя и спрашивает ты просто его вопрос не понимаешь он задает его так вот напряжение в первый момент вы подаете вот я показывал на двух словах величину назови его число да да пожалуйста значит это время вот где-то здесь вот эта полочка в районе чуть больше 100 100 чего киловольт 100 киловольт вот это ответ вы на промежуток подаете 100 киловольт да очень и получаете виртуальный катод с энергии с это самое с потенциалом с энергиями 100 килоэлектрон вольт энергия электронов максимум да нет 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 я не про энергии электронов говорю я говорю про энергии сталкивающихся частиц а это то же самое будет вот получите получайте опять 100 100 этих самых для протонов для протонов для протонов 100 а для ионов бора еще будет пропорционально заряду если заряд 5 то 500 если заряд 4 ну вот первый раз ты сегодня об этом сказал первый раз вот это очень важно между прочим вот Александру Павловичу спасибо вот он прояснил как начинается эксперимент итак ты прикладываешь 100 киловольт и у тебя вытаскиваются как ты говоришь их электроны которые бомбардируют твою трубочку трубочку полаги еще раз смотри давай откуда между какой точкой и какой вот между какой точкой и какой ты прикладываешь начальное напряжение покажи пожалуйста вот на любом рисунке начальное начальное в самый нулевой момент времени значит вот я сейчас нажму нажму кнопку и пойдет реакция вот в этот момент самый начальный прикладывается напряжение ТМ волна в моделировании идет на анод но это все равно куда прикладывается вот приложили и синяя полетели внутрь электроны пучок электронов внутрь полетел он образовал виртуальный катод вблизи оси Юра Юр не надо пролетать давай давай до виртуального давай до виртуального катода это твоя жизнь а до виртуального катода начальный момент о чем он спрашивает полетели электроны вот сверху вниз вот еще еще раз показываю вот голубой поток голубой голубые точки когда будут проходить через палладьевые трубки вот они прошли они образуют на краях этого палладьевых трубок протоны и бор все и он теперь полетит внутрь поле виртуального катода потенциальной яме его вопрос о предыдущем был тогда все-таки из чего у тебя одна часть твоей схемы сделана из паллади а вторая часть из чего медяшка что это там такое значит ну здесь да это медное основание вот по периметру палладьевые трубки ну я показывал эти трубки они по периметру так сказать перпендикулярно вставлены и юр можно фотографию вот у тебя там есть фотография этих самых твоих твоего устройства вот где-то дальше там по слайдам вот покажи пожалуйста между кем и кем возникает начальную вы прикладываете начальную разность потенциалов вот это то что справа вставлено внутрь то что слева правильно вот это вот анод вот это анод курсор да вот это он вставляется в этот катод в этот катод это же показывалось все это все понять невозможно вернись предыдущему. Подожди, пожалуйста, меня спрашивают, это тот катод, который я показал в следующем слайде, а это тот анод с этими трубками, которые тоже показаны. Какое расстояние между анодом и катодом, вот между трубочкой и между катодом? Полтора-один миллиметр. Полтора-один миллиметр, здорово. Давление равно нулю, правильно? Вы нулю откачиваете. Давление до 10 минус 6 месяцев. Вот первый раз об этом ты сейчас сказал. Вакуумный разряд. Ты же об этом не говорил. Ты осциллирующий, а вакуумный первый раз. Ты подогреваешь катод или не подогреваешь? Еще чего? Зачем же? То есть у тебя автоэлектронный, правильно, катод? Здесь геометрию делается, а дальше, как в автомате Калашникова, прикладывается напряжение и все происходит. То есть у тебя холодный. Никаких нагревов, никакой инжекции. Да, да. Да, он у тебя холодный. Вот, кстати, я, может быть, действительно много слайдов, но все пояснить сложно. Вот полнаносекунды прошло с момента подачи напряжения. Вот у нас пролетели электроны внутрь и затормозили, потому что снизу пришло то же самое. И вот пролетая через эту область, в моделировании вот эта вот часть, а в реальном эксперименте это вот наши паладиво-анодные трубки, и радиация пучком электронов сильно энергетична, тем более плотность большая. Мы получаем, мы получаем вот в окрестностях возникновение протонов и ионов. Вот они, желтые и красные. И дальше, когда они появились на краю ямы, они полетели, не полетели, они начинают с ускорять виртуального катода и летят вниз. Дальше, дальше уже это все, вот это целая история, ты целый час об этом рассказывал. А вот он молодец, он прояснил с самого начала. Александр Павлович, еще есть вопросы? Более-менее прояснился. А размеры вот этой камеры тоже интересно бы. Ну вот он сказал, что, он сказал, вот у него на левом рисунке, у него высота, это радиус вот этой его камеры, и там всего там, сколько у него там, полмиллиметра, вот мы видим тут вот примерно. Размеры всей вакуумной камеры, в которой делался эксперимент, не превышает теннисного мяча по объему. Ну, более-менее прояснился, спасибо. А сами расстояния, вот они тут. Это в сантиметрах все? В сантиметрах, да. Диаметр фактически анода 0,6 сантиметра, ну а вот внешняя часть катода 0,8 сантиметра. Вот, поскольку Александр Павлович присоединял, я к нему присоединюсь, к его вопросам, Юр, не уходя отсюда, пожалуйста, а чем вы начальное напряжение создаете, вот эти 100 кВт? Генератор. Генератор. Ну, слово генератор нам ничего не говорит. Генераторов миллион штук может быть. Ну, например, это может быть конденсатор заряженный. Да, да, да. Ну, там есть разные схемы. Это тоже очень важно. И он как, он примерно постоянное напряжение в коде вашего вот этого всего эксперимента поддерживает, правильно? Значит, наш генератор условно вот выдает следующую вольтамперность, вот такое напряжение, примерно 20 наносекунд, ну чуть меньше, и голубенький это ток. Ну, там разные были генераторы, честно говоря, в эксперименте об этом не говорил, но вольтамперная характеристика плавает вот в рамках этих времен. Мы про напряжение сейчас говорим, нам токи не очень интересны. Итак, вот даже до 100 кВт, до 100, даже 18, я вижу, поднимается, чуть-чуть выше 100. А где, еще раз, вот на этом рисунке покажи, где начинается примерно уже вот твой виртуальный катод, вот на этом рисунке, наверху справа, и где он заканчивается? По времени ты имеешь что? Да, да, внизу время, вот на этом рисунке, покажи, где начинается виртуальный катод, ты же имеешь там расчеты, вот на этом, не уходи на другие рисунки, на этом, примерно. Не уйду, вот он примерно в первую наносекунду, ну может быть так, типа одной наносекунды. Вот где-то здесь начинается, а где он заканчивается по времени? Он все время держится, пока течет ток, заканчивается в конце, когда ток перестанет течь. То есть даже уже напряжение внешнее будет? Нет, 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 но здесь уже хуже, конечно. Я к этому и клоню, влияет внешнее напряжение или нет? Конечно, для поддержания виртуального катода нужно... Нужно постоянное внешнее напряжение, вот давай, не мудри. Ну, фактически, да, фактически. Таким образом, где-то на 10-й, там, может быть, на 15-й этой самой наносекунде все заканчивается, так? Ну, не, спадает, ну да, к 20-й все заканчивается. Спасибо, спасибо Александру Павловичу, молодец. Я честно скажу, друзья, вот перервусь, потому что я очень волновался перед началом. Я это третий раз слушаю, вернее, с Бором-то первый раз, а вообще всю эту идеологию третий раз, вот за последние 10 лет. Я слушаю, понять, я знаю, что, Юру, понять очень сложно, но, по-моему, вот эта наша дискуссия сейчас, она чуть-чуть все прояснила. Спасибо. Я еще раз должен подчеркнуть, что работа сильно междисциплинарная, чтобы дойти до протон-бора, надо начать с нуля, иначе ничего не понятно. Нет, 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 это понятно, почему ты предысторию рассказал, которая была 10 лет назад, это ясно. Спасибо. Значит, есть еще у нас... Все, кто до конца досидел, уже герои. Спасибо всем. А у нас, кстати, все сидят, поэтому ты герой, у нас все, кто пришел, все сидят и слушают тебя. Виктор Чибисов, вопрос. Виктор, включите микрофон, пожалуйста. Да, слушаю. По всем справочникам, 12-й углерод стабильный. Почему он у вас распадается? Я тут не могу сказать. Я не уверен, что он... Сейчас, секундочку. Потому что ядро возбужденное, поглотившее с большой энергией протон. Значит, вот в справочниках, по крайней мере, в специальной литературе, время жизни вот этого, правильно сказанного, возбужденного углерода 10 минус 17-й. Это 11-й углерод. А 12-й написано стабильный. Так, а давайте посчитаем, что у нас происходит. Нет, я согласен с вопросом, вот здесь кто-то подсказывал, возбужденный. Но вот мне было интересно вашу оценку услышать. Так, ну, Юр, не мучайся. Юр, не мучайся, оставим это как вопрос на будущее. Но очевидно совершенно, что возбужденный в справочниках там не написано. Там лишних, вот надо энергии оценить, которые принесет протон этот в результате, так, попавший. Вот, я не знаю, это делает, каркарат вряд ли это делает, так. Так, спасибо Чибису. Еще, еще что-то можете, Виктор? Алло, нет, больше у него нет вопросов. Леонид Лукин, пожалуйста, Леонид. Алло, Юрий, спасибо за очень содержательный доклад. Я вам задам вопрос химический, потому что я работаю в Институте химической физики. Вы делали оценку вероятности ядерной реакции за, скажем, за период, за осцилляцию. У вас же известно сечение процессов, насколько вы показывали в самом начале, известно концентрации, известно потенциал, в котором осциллируют в этой частице. Вы можете на основании этого сделать оценку вероятности реакции за, например, за один цикл или за тысячу циклов? Конечно, конечно. Сейчас у меня есть дополнительный слайд, сейчас я до него пытаюсь добраться. Юр, ты напомни, какова частота-то у тебя, сколько там время на реакцию отводится? Нет, фактически, сейчас, секундочку, ну это все порядка наносекундах. Значит, вот в этом конкретном эксперименте у нас хорошей осцилляции не было. У нас выход за счет разового схождения, скажем, в той области, давайте я ее, может быть, покажу. Не, ну вы так качественно расскажите, потому что... Сейчас, 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 вот, тут немножко мелкий слайд. Значит, вот, что означает большая энергия, допустим, вот этого протона Y8? Она означает, что он находится близко к центру. Максимальная энергия, возможно, на оси. Теперь посмотрим, что у нас в этом же, в этом же месте, в это же время, может быть, с протонами. Вот R5, например. Вот фактически, то, что есть зафиксировано в эксперименте, это удачная, ну удачная в кавычках, как тут вероятности, связанная с свечной сечением. Но вот эти протоны оказались в центре с такой энергией, и с такой же энергией прилетел сюда бор. Вот, вот такая реакция между ними. Ну, дальше будет хуже, потому что где-то будут протоны с малой энергией, а бор с большой. Вот оценка, которую сейчас я вам покажу, она вот примерно для этого случая. Значит, это как делается? Вот выход, он будет профессионален концентрацией сжатых протонов, сжатого бора, времени, объема и сечения, которые есть. Ну, вот используя эту формулу, и вводя определенные допущения для каких-то величин, значит, мы оцениваем, например, концентрацию, исходя из того, что ток у нас известен, который протекает. Если мы, поскольку ток у нас... Порядка сотни, да, у вас в конце концов? У нас порядка киломпера. Нет, у вас в конце концов порядка от 18 до 180 за оцелляцию, да? Или это вообще? 18... А, забегая... Нет, сейчас, секундочку. Прошу прощения, Леонид. Значит, вот мы можем, зная ток, поделив на заряд элементарный, определить порядок вот этих частиц, которые у нас не сжатые будут, не сжатые будут. Значит, область сжатия мы можем тоже вот оценить таким образом, получается. Дальше мы берем сечение. Сечение, значит, это вот сечение до пика, а там есть пик в районе 150 кФ, на порядок больше. Вот если брать в этом диапазоне, а именно в этом диапазоне энергии, я и сейчас не буду, но если вы помните, на желтой кривой сечения, протон-бор, есть пик, где мы работаем. Вот по энергиям, находясь между этими сечениями, на той картинке сечений по горизонтали, мы получаем вот такую оценку, примерно, ну, где-то там 18-200. Вот в эксперименте у нас получилось 250 за однократное схождение. Вот это все относится к однократному схождению. Если получить осцилляцию и вот просуммировать, то вот за наше время получится порядка 10-3, но это пока что на бумаге. А вот эта часть относится к тому, что было в эксперименте, а это вот оценка не относящаяся. То есть у вас есть согласие эксперимента вот с такими оценками на основании литературных данных сечений и так далее? Да, ну и наших данных. Ну, вот оценка дает меньше, чем эксперимент. Для этого надо, чтобы более точно, надо же просчитать все траектории там, интегрировать по сечению. Да, да, естественно, но дело в том, что в ходе карат есть специальный узел, который вот туда введены все сечения, и в ходе это делается автоматически. Когда они летают, то считают, то туда в ход заложена вот эта величина сечения, которая желтой кривой представлена была, и в зависимости от энергии протонов, в зависимости, точнее сказать, от энергии центра масс, как на той желтой кривой, вводится, получается вероятность, будет реакция или не будет. И вот мы в ходе получаем оценку тоже, в том числе. Но там относительно единицы, я сейчас об этом не буду говорить, но зато возникают вот картинки выхода в ходе. Я имею в виду, прошу прощения. Спасибо, Юрий, я понял, да, спасибо. Но все-таки вот я не совсем понял. Сейчас можно, я не отвечу. Вот в ходе, то, что вы спросили, с учетом всех вероятностей заложенных, получается, допустим, разовая картинка с продуктов реакции, а вот во времени выход вторичных альфа-частиц во времени, вот такой вот слегка пультирующий. Вот именно, очень хороший вопрос, спасибо большое, потому что тут много всего, обо всем не вспомнил. Вот эта кривая, Юр, вот эта кривая, которую ты последний показывал, вот эксперимент. Это код, это код. Ну код, численный эксперимент. Да, это моделирование, да. Подчеркиваю, очень сложное моделирование, включающее в себя всю электродинамику, и плюс есть еще ящик, где считается ядерная ящика. Где считается взаимодействие частиц, это понятно. Такой вероятностью. Спасибо Леониду Лукину за вопрос, но вопрос-то его относился, на самом деле, вот я опять же присоединился, чтобы мне там потом отдельно не задавать, присоединился к Леониду Лукину. Вот, и ты-то сам, ведь вот это же, тут квантовая механика может помочь немножко. Вот, во-первых, на какое расстояние сходятся ядро и протон, вот ты оценивал? Ну вот, не формулы, которые ты показываешь, они суммируют непонятно что там, как-то, как-то люди считали. А вот сам просто считал, на какое минимальное расстояние могут сойтись протон и, например, ядро гора, вот при этих энергиях, которые твой виртуальный катод дает. Валер, а это не нужно, потому что сечение содержит сечение. Я понимаю, да, но сечение это уже суммирующая, интегрированная какая-то величина. А вот для его конкретного эксперимента. И дальше посмотреть время, в течение которого он здесь находится, а дальше привлечь квантовую механику самому и посмотреть, а действительно ли так будет. Или это формулы, которые откуда-то взяты, вот эти сечения, может быть, они не очень-то и правильные. Вот я к этому относил вопрос Лукина. Может быть, я слишком глубоко шагнул. Нет, нет, мне кажется, Валер, вопрос Леонида был очень правильный и по сути, потому что мы вкладываем сюда, и в том числе в код, и в том числе вот в ящик с сечениями, то, что наработано человечеством и то, что более-менее выверено. Вот на твой вопрос по поводу расстояний конкретных, меня, когда я был аспирантом, Геннадий Горгиевич Норман говорил следующее. Вот когда вы скажете нет, это поймут все. А когда вы будете что-то говорить, кто-то что-то поймет, кто-то не поймет и так далее. Поэтому, Валер, вот на твой вопрос, он такой, с элементами провокации, я скажу нет, я не знаю этих расстояния. Я могу оценить, как это. Ну, не делал. Хорошо, хорошо, вот это хороший ответ. Ты не делал этого. Может быть, это правильно. Спасибо Леониду Лукину за вопросы. За вопросы он, за вопросы. Тут у нас новый, Валерик, опять вот по второму кругу пошли люди. Ты не возражаешь, что одни и те же люди еще вопросы зададут, Юр? Чисто уточняющий. Я не против, мне в фианыч надо попасть. Но время есть, время есть. Пока. Можно. Подайте секундочку, Александр Павлович, я вам не давал слова. Я вам скажу, когда я вам дам слово. Юр, когда тебе надо заканчивать? Нет, 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 я вам сколько хотите. Хорошо, все. Александр Павлович, вопрос. Александр Павлович, я вот часто, Чветков, по-моему, поднял вопрос. 12-й углерод. Сейчас даже начал смотреть. Но это возможно через 11-й углерод. Там два изотопа. Они как раз распадаются в случае электронного захвата или же слабые реакции взаимодействия. Набор. Мне кажется, через 11 углерод. Конечно, надо изотопным способом все это определить. Вот такое уточнение. Протон-то куда девать, Александр Павлович? Протон-то куда девать? Я не знаю, но... Ну, раз, все, непонятно, понятно. Это предложение, это не вопрос. 13-й, может ли, он? Следующий, 13-й, они устойчивые. Поэтому это невозможно. Следующий, 14-й уже. Александр Павлович, это уже не вопрос, это обсуждение. Давайте тогда с вами... Валер, в рамках обсуждения, это хорошее очень замечание. Я еще раз подчеркну, мы как бы брали из литературы по верхам. Вот эти уточнения тонкие, я боюсь здесь заплутать, поэтому лишнего не говорю. Я благодарен вам за этот вопрос. Я не специалист большой в ядерной физике, мне пришлось обучаться тому, третьему, пятому, десятому. Я специально, и спасибо вам за стимулирующие такие замечания. Это вопрос не Никитин, это вопрос Чибисова. А это Никитин уже некоторый комментарий свой дает. Но Чибисов хочет задать вопрос. Виктор, пожалуйста. Юрий Константинович, вы несколько раз в ходе доклада упоминали нейтроны. Или это оговорились, или они там в самом деле есть? В схеме у вас это не нарисовано. Нет. Вы имеете в виду нейтроны в реакции ДД и в реакции протон-бор. Ладно, оставим тогда. Может быть, это было в другой реакции. Знаете, здесь я тоже хочу уточнить. Альфа-частицы, вы вообще их как-то идентифицировали, что это именно альфа-частицы? Ну, конечно, а как же иначе? А как? По величине, сейчас вернусь. Вот меня по массе интересует. По массе альфа-частиц? Ну, они просто прикрывали CR39, прикрывали пластиночкой алюминиевой. И это проявляет энергию частиц, которые летят. Вот, Юр, ну... Ну, в том числе и это. Но известны треки, размер треков в зависимости от энергии частиц. И известно, что, допустим, да, вот, тут наша фольга, которую мы использовали, она вот пропускает энергии, альфа-частицы с такими-то энергиями. Хорошо, хорошо. Я просто... Опираясь на то, что есть в литературе. Это отдельная была работа, и тут у нас было много, так сказать, обсуждений с рецензентом. Там приходилось доказывать. Это отдельная часть. Я просто хочу вот вернуться к вопросу изотопов, да? Если у вас образовался не 12-й углерод, а 9-й, то тогда как раз появляются нейтроны, а на выходе 3 третьих гелия. У них тоже заряд двоечка, и они тоже по заряду могут восприняться как альфа-частица. Но на самом деле это третий гель. Но в этом случае должны быть нейтроны. Значит, дело в том, что вот нейтроны появляются в этой схеме, заметные, когда энергия столкновения протонов и ионов Боря в центре масс становится порядка 0,5 мэва. Вот в районе максимума вот этой желтой кривой с сечениями. Вот тогда появляются нейтроны, заметные. И в частности, вот в последней работе с Неймашей, группой Беляева, там работа продолжается, и там есть интересный момент, связанный с тем, что когда лазер облучает твердую мишень, борт содержащую, что-то происходит внутри самой мишени, и часть альфа-частиц выйти не может. Поэтому, грубо говоря, понять, сколько у них альфа-частиц реально генерируется, невозможно просто так. И для этого привлекается вот как раз то, о чем вы в какой-то степени говорите. Дело в том, что, начиная с каких-то энергий, ну вот порядка 0,5 мэва, если есть энергия в центре масс, то возникает протонный пик. И вот он там может служить некой реперной точкой, которая вот как бы говорит о том, где мы находимся. Вот они это используют. Но это при энергиях, вот 0,5 мэва в центре масс, сталкивающихся частиц. Так, спасибо Виктору Чибисову за вопрос и замечание о том, что, может быть, все идет на самом деле снизу, не в углерод уходит, ну или на какой-то вариант углерода еще другой изотоп. Спасибо Виктору Чибисову. Я, кстати, Юр, хочу сказать, что здесь есть люди, которые хорошо знают изотопную систему таблицы Менделеева. Не только саму таблицу, но еще и изотопную таблицу как бы тоже Менделеева. Поэтому вот такие вопросы возникают более такие заковыристые. Понятно. Не так-то просто ответить. Друзья, у нас вопросов больше нет, ну и я задам один вопрос. После этого, после моего вопроса, можно будет выступление сделать. Я бы хотел, чтобы кто-то, кто тут выступал, что-то тоже сказал. Значит, Юр, а вот, ну, просто ты такой человек, ты монстр, можно сказать. Некоторый, как бы это сказать, зубр. Вот, процессы, которые вы в тайне шли в свое время. Вот, в свое время я так краем уха слышал о такой схеме, которая называется три альфа. Вот три альфа. Это вот это, вот о чем ты сегодня рассказывал, или может быть что-то другое? Вот поясни, пожалуйста. Это Фортов этим интересовался, вот этот процесс три альфа. Слышал что-то про это? Ну, конечно, дело в том, что где-то в начале нулевых в Соединенных Штатах вот образовали компанию под названием три альфа-энеджи. Она в своем названии уже декларирует, о чем идет речь. Идет речь вот о клин-энеджи, получаемой из реакции синтеза с последующим делением из реакции протон-бор. И вот давайте привлекать средства, давайте строить машины, давайте это исследовать. Значит, они сочетают важное научное направление с блестящим маркетингом, с блестящим, как бы сказать, впариванием, но не промыванием мозгов, а впариванием чего-то. Находятся люди, у которых много денег. Ну, им скоро помирать, а деньги девать некуда. В хорошем смысле. И, слава богу, есть меценаты. И вот, насколько я знаю, эта компания за 20 лет примерно существования, они где-то полмиллиарда собрали долларов, строили разные машины. У них главная была надежда. Field Reverse Configuration. Насколько я знаю, ни одной альфа-чисицы они не получили за эти полмиллиарда. Но, вот были теоретические работы в рамках этой деятельности. И они продолжают что-то строить. Это вот типичный американский подход. Дайте нам еще 100 миллионов, тогда вот мы продвинемся. Сейчас они, как бы, исчерпав вот этот замечательный призыв с названием, они себя переименовали. Там три альфа-энерджи сейчас он не называется. Просто что-то такое. Три альфа-технологи. Вот. Все, что вокруг этого. Ну, и все продолжается. А реакция не была получена за эти 20 лет, несмотря на эти деньги. Но речь все-таки опять вот про протон-бор. Вот это протон-бор, да? Да, да, да. Ну, три альфа-энергии. Ну, три альфа-энергии. На выходе вот этой реакции, чем она хороша-то, там есть в первом нулевом, но и главном приближении, три альфа-частицы энергетичных. Все. Вы их получили. Значит, вы получили какой-то выход энергии. Смешательно. Давайте деньги. Мы будем получать эти альфа-частицы, будем строить машины, будем производить что-то. Ну, вот блестящий пример. И поэтому Смирнов Валентин Петербургич ездил вместе с Фортовым, был приглашен туда в качестве эксперта. Я прошу прощения. Значит, они посмотрели, что делается. Вот объемы и примерно все, что я говорил. И Валентин Пантелеймонович по секрету мне сказал, что такого количества матерных слов, так сказать, в единицу времени от Форта он раньше никогда не слышал. Форт любил употреблять матерные слова. Ну, вот это была оценка Форта вот этой деятельности, этой компании. Но денег они собрали и провернули через себя и заработали очень много. Ну, вот я назвал эту сумму. Более того, Чубайс что-то давал им. Я не знаю сейчас деталей, но порядка двух миллионов он туда вложил. Я когда это услышал, ну, я поздно об этом узнал, но где-то он вложил в нулевую туда. Это было модно. Но все делают, и я сделаю. Ну, как же иначе? Вот если бы он нам помог, глядишь, мы продвинулись. Потому что у нас вот помощи, кстати, кроме большого гранта, который был в Афтане несколько лет назад, фактически, прошу прощения, нет. А все-таки тут нужно какое-то что-то. Было бы. Понятно, Юр, спасибо. Да, и у меня последний вопрос. Тоже такого общего плана. Ну, поскольку вот ты... Кстати, Валер, Валер, можно я добавлю? Извини, пожалуйста. Да, конечно. Вот по поводу денег разошла речь. Вот мы последние три года подавали в РНФ эти вот проекты вокруг протон-бора. В каждом вот из трех случаев мы получали практически или хорошие, или блестящие отзывы. Если критика была, ну, у вас там в плане работ нет публикации в журналах таких-то, а есть конференции. Вот отзывы хорошие или блестящие? Денег не дают. Ну, это наша схема. Нам это не надо. Нам это не надо, в принципе. У нас есть нефть и все остальное. Поэтому не дай бог это прорвется, а что же тогда будет? Ну, я не знаю, это оценочное суждение. Да, мы это понимаем. Значит, Юр, и вот еще тогда из этой же области вопрос. Наверняка ты что-то на эту тему знаешь. Я в интернете где-то увидел, что в последнее время притормозили именно вот в связи с какой-то сложной энергетической ситуацией в Европе притормозили работы на вот этом международном такамаке. И связано ли это с тем, что там действительно какие-то просто современные ситуации или там уже поняли, что там тупиковое направление? Вот как твоя оценка? Подожди, ты имеешь в виду... Это комак, который в Кадараши строится? Да, я его имею в виду. Ты знаешь, к стыду своему я не слышал про это, но вот где-то пару лет назад я наткнулся на высказывание одного евродепутата, который там в какой-то поднаучной группе сказал, что это финансовая бомба замедленного действия. Там все больше денег надо. Просто я запомнил... Нет, ну политики... Мы политикам не любим. Они просто не понимают. Я не знаю последних данных по Токамаку, но вот последнее, что я слышал, там идет кооперация международная, очень полезная. Но в то же время, вот на последней Звенигородской конференции, где-то пару лет назад был обзорный доклад, и тоже вот примерно такая же... И такой же идет комментарий от наших участников, и не только. Там были международные люди еще. Вот так же, как сейчас американцы получили, вот Q больше единицы по отношению к лазерной энергии ввода. Также и про Токамак. Сейчас уже говорят не как про плазму для энергии и так далее. Они говорят, что это платформа, технологий, где будут исследоваться платформы, исследоваться в рамках платформы созданной разные технологии, материалы, стенка, там еще что-то. То есть как бы делается намек, что мы продвинемся где-то, но что будет? Вот так же, как ты, Альфа Энерджи, убрала энергию из названия, так же здесь вот они переходят к терминологиям технологической платформы. Вот это последнее, что могу сказать. Да, Юр, спасибо. Вопросов больше нет. Друзья, кто-то хочет высказаться? Вот я бы тут все-таки задавались вопросы. Может быть, кто-то хочет что-то сказать. Не вижу желающих выступить. Я могу пару слов. А, Филипп, да, но ты руку не умеешь поднимать, но я это знаю, поэтому, Филипп, пожалуйста. Почему? Умею, просто не успел еще. А, ну здорово. Я немножко хотел сказать, что у нас вот такомаками, кто занимался, это в Трините, вот, это филиал Института атомной энергии. Ну, я там тоже как бы какое-то время работал, лет 30. Там действительно рассуждали, была оппозиция большая, что это, в общем-то, такомаки, в общем-то, ветвь такая в никуда. И это было известно части. Хотя, ну, так сказать, прорывные работы какие-то были сделаны, но финансирование потихоньку прекращалось. Потом это перешло в Европу. И действительно, пока результатов больших не получено. Ну, и тем более, что в России действительно нефти полно и газа полно. И это не наш, так сказать, вопрос по большому-то счету. Но что касается, значит, здесь был поднят хороший вопрос, это почему ядро держится. Ну, об этой проблеме, как бы еще на заре исследования атомных ядер, значит, было сказано, что существует некий барьер, через который альфа-частицы выскакивают. Вот этим барьером занимался, значит, ну, всем известный Гамов. Да. И, значит, но он как раз не довел задачу до конца, хотя проникновение через барьер и все формулы, которые соответствуют квантовой механике, он написал. И достаточно ясно. Потом мы считали, значит, эти вот уровни после, так сказать, Гамова. Но что является физический смысл этих атомных барьеров, как бы всегда оставался темным. Ну, я этим делом стал заниматься и показал, что вот для фуллеренов возникают такие же потенциальные барьеры, через которые электрон не может проникнуть за счет поляризации. Понятно, вот фуллерен, да, у вас как круглая такая, такой мячик, и электрон попадает в область фуллерена, притягивается, и с энергией от 0,24 электронвольта, это первый уровень, до 18 электронвольт с энергией остается внутри этого потенциального барьера. Вот вы здесь тоже рисовали много потенциальных ям, в которых происходит набор энергии и так далее. Но задача, как это может быть решена? На самом деле в атомном ядре, по-видимому, ни протонов, ни нейтронов нет как таковых, а есть положительно и отрицательно заряженные частицы мезоны. И оказывается, что положительно заряженные мезоны все равно имеют массу больше, чем отрицательно заряженные мезоны. То есть электроны превращаются в мезоны при захвате, при бета-захвате или еще. И это возможно только в том... Ну, я здесь делал доклад у вас по, так сказать, биккумуляции. То есть у вас подлетая электрон к атомному ядру или находясь вблизи атомного ядра, так называемый Е-захват, он возбуждает протон. И протон тоже уже есть экспериментальные работы по, значит, поляризации протона. То есть протон как бы такую сосисочку выбрасывает из себя в области к электрону. И электрон получает массу либо от протона, либо от атомного ядра. Здесь я не буду детализировать. И засасывается в атомное ядро. Ну, вот такая модель, как бы она существует. Конечно, она требует доказательства. Хотя, ну, масса мезона известна. Масса отрицательно заряженного известна. Это 20, значит, 200 чеомев. А, значит, положительно заряженных, ну, там 600-800 мэв. И тогда получается, что у вас отрицательно заряженные мезоны немножко торчат из атомного ядра. Вот у вас и формируется фактически такая вот поляризационный барьер, через который не могут проникнуть альфа-частицы, которые, как бы, там собираются внутри атомного ядра, пытаются выйти из этого состояния во внешний мир. Ну, такая модель, как бы, вот существует. Можно рассматривать. Энергетически она решена фактически гаммовой. Ну, вот что я хотел сделать замечание. То есть, на самом деле, если опираться на гаммова, то многие задачи могут быть обдуманы и решены. Спасибо, Филипп Иванович. Но, извини, Филипп, это не тема этого доклада. Это чуть-чуть... Нет, нет, нет. Чуть-чуть глубже. Филипп, я закончу. Не нужно комментировать меня. Время, иначе мы теряем. Это чуть-чуть глубже. Ты смотришь на других уже размерах. Вот, совершенно меньших размерах. Я, кстати, Филипп, хочу сказать, что Валерий Пакулина... Это был вопрос Пакулина, я напомню. И, в принципе, вам имеет смысл повзаимодействовать. Я тебе, если ты свою почту смотришь, высылал координаты Пакулина. И он не возражает с тобой поперекистить. А, да, спасибо большое. Я, в общем-то, работу отослал. Пришел отзыв. Но, по-моему, ему не выслали на рецензию. Но ему я тоже благодарю за то, что он согласился. Да, но он не очень понимает. Потому что я не говорил, что ты хочешь его пригласить в рецензенты. Так, и тут... Валер, Валер, можно короткий комментарий? Да, да, конечно. У нас дискуссия. Ради этого все, и мы тут и собираемся. Пожалуйста. Тут вот два момента я хотел отметить. Значит, фактически, очень правильно, что был упомянут Гаммов. Его функция, я напомню, функция Гаммова – это по энергиям фактически пересечение двух хвостов. Одного хвоста – это энергия частиц падающая. Ну, растущая, но уменьшается количество этих быстрых частиц. А другой хвост – это начало сечения, в данном случае, протон-бора, соответствующего реакции. И вот пересечение этих хвостов дает некоторую функцию. Это и есть функция Гаммова, так, на пальцах. И она характеризует вероятность, если мы имеем в виду конкретную энергию и конкретную реакцию, получится что-то или нет. Поэтому фактически вот заложенные сечения, они учитывают в коде вот то, о чем говорится. Но на пальцах это вот действительно функция Гаммова работает. Просто она тут не упоминалась. Спасибо. В «Токамаке» сказано… Нет, подожди, тут еще один интересный момент все-таки я скажу. Дело в том, что крайне есть мнение. Некоторые американцы, я знал, допустим, одного, который сказал следующее. Русские придумали «Токамак», чтобы «Фьюжн» никогда не был реализован. Вот это одна крайняя точка зрения. А другая точка зрения, фактически вот эта схема, которую Сахаров предложил магнитного удержания, она была очень стимулирующей для исследований в области физики плазмы и много чего вокруг. И это был рассвет советской науки и большие достижения. Мы все время опережали, покуда это все финансировалось. Во что бы это пришло, мы не знаем, потому что все это оборвалось, как из полета бурана, скажем так. Но по направлению мы, ну что можно сказать, возможно будет продемонстрировано горение плазмы с выходом. Вот я слушал многих на протяжении 30 лет докладов, которые, ну скажем так, если доклад делается в 95 году, то последний слайд, домик, из него идет дым, ну это как бы идет ядерная реакция, пишется год 2012, то есть приводится лет 15 и так далее. Велихов когда-то плазму обещал, например, в 25 году. Ну понятно, что все откладывается. Короче, Токамако действительно платформа, которая дала уже много когда-то. И как в рамках физики плазмы это очень была стимулирующая вещь. Другое дело, что получится ли это в Токамаках, сказать сложно. Есть проблема, и опять же нейтроны с ними можно, это не будет экологически чистой реакцией, потому что там вагонетками возят фактически материал стенок, который радиоактивным может быть и так далее. Короче, этот вопрос еще открыт с Токамаками, но, так сказать, вот сложная оценка применена к ним. Нельзя сказать, что это ерунда полная, но получится или нет. Вот такой эффект. Юр, ну ты зря извиняешься, потому что мы понимаем, что твоя технология – это конкуренция с Токамаком. Да нет. Ну мы нормально смотрим, не волнуйся. Какие конкуренты? Мы сидим, подчиняем примус. Ну о чем ты говоришь? Копейки все. Ну да, да, я это понимаю. В сравнении с миллиардами потраченными на все это дело, это… Я тебе, кстати, могу сказать, что на самом деле деньги, которые потрачены на Токамак – это тоже примус, то есть копейки, потому что деньги, которые тратятся на компьютерные дела, примерно в тысячу раз больше. Вот, в тысячу раз. А может быть и в 10 тысяч раз. Вот сейчас. Спасибо за комментарий. Вот есть все-таки два выступления у нас. Нет, я благодарю Филиппа. Это очень интересный был комментарий. И полезный, и по делу. И вот применительно к фулеренам – это надо думать. И тут вот уже, возможно, мостик куда-то в несколько энергетичные вещи. Но это был очень полезный комментарий. Спасибо, Филипп. Потому что ты этот комментарий воспринял. Знаешь почему? Потому что Филипп, он на самом деле человек тоже из ортодоксальной физики, на самом деле. И поэтому он вот эти новомодные вещички типа Ленера, он на них все еще пока косо смотрит. Поэтому вот вы оба друг друга хорошо очень поняли. Валентин Широносов, пожалуйста, Валентин, вы хотели… Пожалуйста, комментарий. Меня слышно, да? Да, хорошо слышно. Только не видно. Только не видно. Да я в таком состоянии. Без пиджака, без галстука. Короче говоря, у меня простой вопрос. Даже два простых коротких вопроса. Уже выступление, а не вопросы, Валентин. Выступление. Ты пришел в конце. Я же видел, когда ты ничего не слышал. Ну, очень важный вопрос. Ну, пусть человек задаст, но что же… Ну, хорошо, давай, быстро. Первый вопрос. Вот вы, когда моделировали, проводили расчеты, каким методом? То есть есть цифровой, есть символьный, есть гибридный. Это первое. И второе. Если моделирование стояло с тем или другим методом, учитывали вы спиновые взаимодействия? Сложный вопрос. Я думаю, что последнее не учитывалось. Скорее всего, не учитывалось. То есть аналоговое моделирование не делали. Да. Гибридной машины у вас нет? Да, гибрида нет. Нет, нет. Имеется в виду, вот в карате, в карате, в карате уравнения электродинамики, в которых спинов никаких нет. Вот о чем идет речь. А тут… Это компьютерное моделирование, математическое моделирование. Никаких тут аналоговых машин нет. Все, понял. И символьное тоже не делали. Да нет, конечно. Это числовое моделирование на… Все, я понял. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Валентин, за вопросы. Я извини, Юр, что за тебя, потому что… Нет, нет, нет. Вот. И Валерий Папулин, вот я… Он тоже сегодня задавал вопросы. И, пожалуйста, Валерий. Валерий, включите звук. Можно ли мне картинки несколько показать? Мне так легче будет рассказать свою мысль. Ну, для этого нужно, чтобы Юрий убрал свою презентацию. Юр, нажми, пожалуйста, наверху. Там красную эту самую… Красную. Вот, да. Валерий, можно. Только не очень долго. Да, конечно. Конечно. Немного клайдов. Это несколько минут. Итак, вот я хочу просто свою мысль сказать по картинкам, потому что так мне легче будет. Это несколько минут. Потерпите, пожалуйста. Вот, вы знаете, у меня такое впечатление соглашилось, Юрий Константинович может сам согласиться со мной, что мы работаем с тем, не знаем с чем. Вот поэтому нам нужны природоподобные технологии ядерного синтеза. Вот когда что-то делают, какую-то задачу, должна быть сверхзадача. Вот этой сверхзадачи не все исследователи, не все экспериментаторы или теоретики ставят перед собой. Ну, вот сверхзадача у Ковальчука – это создать ЭТР. Но это, опять же, повторяет то, что Игорь Абрегинич там сделал. Вот сверхзадача – осуществить ядерную бомбу. Она осуществлена. И по этой же принципу считается, что внутри Солнца горит термоядерный факел. Но тогда, казалось бы, звезда должна взорваться. Сверхзадача состоит в установлении истины в стандартной модели. Вот посмотрите внизу на рисуночки. Ведь мы все еще держимся мнением, что притяжение осуществляется за счет обменного столкновения. Вот первое тело испустил, третье тело – мезон, бозон какой-то, получил импульс отдачи и пошел влево. Второе тело приняло передатчик, передаточное тело, какой-то бозон, и тоже пошло вправо. Тела должны разойтись. А оказалось, что они притягиваются друг к другу. Видели ли вы когда, чтобы приятель, который бросил в вас меч, этот меч притянул вас к себе? Никогда вы этого не видели. Все эти взаимодействия, которые обусловлены, это просто, так сказать, требует пересмотра. Нам надо учиться у природы. Научиться, как же она делает термоядерную реакцию. Если внутри Солнца не идут эти термоядерные реакции, значит, они идут в его короне. Ну вот ПП – цикл. Я почему-то думаю, что вот три фактора, три реакции идут внутри Солнца, а вот четвертая только идет в короне. И вот почему так? Потому что посмотрите на пламя костра, на спичку, на газ. Где идет реакция? Конечно, не внутри древесины. Внутри древесины идет пиролиз. Нам надо изучить солнечный ветер и что происходят, какие реакции в солнечном ветре и в нашей ионосфере. Ведь разряды, вот это снимок со спутника вверху, прямо со спутника. Разряды идут не только к Земле в виде молнии, они идут наверх у нас. Куда они идут? Мы живем в электрической ячейке, о которой Юрий Константинович нам очень подробно доложил. Вот она справа, вверху изображена эта электрическая ячейка. Вот это Земля, это ионосфера, а это радиационный пояс, положительно заряженный по отношению к Земле. И там идут реакции. То есть вокруг Земли мы живем в такой, мы живем сами в таком генераторе, который производит энергию. Надо оглянуться и просто изучить это. И тогда у нас будет верное представление, что больше всего на свете? Вихрей. Поэтому предположительно, что частицы – это вихри, вихри электромагнитного поля. Ну, эти вихри, так сказать, если это вихри, вот фотон состоит из двух таких вихрей. Это не моя идея, это Луи Деброй сказал в 1934 году. Но реакция негаляции, фотон и электрон, они идентичны по составу. Стало быть, и электрон тоже представлен в виде таких вихрей. Так, извините, я хочу перейти дальше. Валерий, вы слишком далеко отдалились от тем, кто закладывается. Последняя моя идея – все. Поэтому нам нужны природоподобные технологии ядерного синтеза. Вот все мое выступление. Давайте изучать природу. И вот из природы возьмем для себя и перенесем в каждый наш эксперимент. Благодарю. Спасибо, Валерий, за комментарий. Куда-то одевался Юрий наш, Куриленков. Юрий, ты тут? Я здесь, я здесь. Я здесь. Почему-то мы тебя не видим. Я не знаю, почему. Я на секунду выключил. А, нет, видно тебя, да. Валерий, буквально одно слово можно? Да не одно, ты же выступающий, ты можешь 21, пожалуйста. Микро-комментарий. Дело в том, что вот это общий призыв учиться у природы, вот это мое личное мнение, он крайне важен, он принципиален. Вообще все, что происходит с синтезом, и вот тяга к термояду и так далее, это вот его демонстрация в водородной бомбе. Это вот неуправляемая ситуация. А вот давайте будем управлять и как из крана получать энергию. Возможно, эта сверхзадача действительно тяжелая. Надо учиться у природы. И вот нам-то показалось, что, может быть, это наивно, что вот сверхзадачу проще выполнить не в огромных установках, а в меньших установках. Даже в случае неудачи ты просто потратишь меньше энергии, меньше денег. Но и последняя ремарка, связанная уже не с энергетикой. Я когда-то наткнулся на дискуссию Туполева, авиаконструктора, с генералом, который требовал у него, чтобы кабины пилотов, ну или какие-то там что-то подобные, были тоже и в хвосте самолета. Туполев мне ничего не отвечал, а генерал все настаивал. И в очередной раз, когда генерал сказал, почему у вас нет кабины в хвосте, он сказал, прошу прощения, когда у тебя на заднице появятся глаза, тогда у меня появится, значит, там кабина. Вот Туполев учился у природы. И вот эта мысль, в принципе, она очень правильная. А вот как учиться, тоже надо уметь. Спасибо. Спасибо. Да, у нас тут еще один желающий. Вот айфон, я забыл, кто это у нас. А, это Араик, да? Да, это я просто, я включил телефон. Другой, другой, айфон включил. Да, пожалуйста, Араик. А, кстати, ты где сейчас находишься? Я в Лос-Анджелесе сейчас. Вот, Юр, значит, имею в виду, что наша аудитория, она такая обширная. Тут вот люди, видишь, и из Лос-Анджелеса даже участвуют. По поводу вот этого оранжевого пика, который есть там, это показывает, что там происходит какой-то резонансный процесс поглощения протона бором. Я хочу заметить, что такие резонансные пики могут быть не только при высоких энергиях, но и при низких энергиях. Но никто не следует этот диапазон. Это только типа эффекта Рамзавера-Тунгстена на ядерном уровне. Например, вот нейтроны тоже при поглощении ураном, они не пестия по зоне нейтрона поглощаются, но только резонансные. То есть там ядерная яма поглощает только при определенной энергии нейтрона. Такой же процесс может быть и при поглощении протона или нейтрона разными легкими ядрами. Я, например, квантомеханический расчет провел и нашел такие типа поглощения при низких энергиях. Поэтому я советую, чтобы исследователи исследовали не только диапазон высоких энергий, но и низких энергий. Например, вы знаете, что поляки ищут такие резонансы при дейтерии-дейтерии-столкновениях. Но чаще всего такие резонансы происходят при разных типах ядер. То есть когда ядерная яма более широкая, там вероятность поглощения протона или нейтрона возрастает. То есть надо искать типа резонансы при низких энергиях. Это похоже на эффект Рамзавера Тунстена, но только при ядерном уровне. Вот это просто замечание для экспериментаторов. Спасибо Арайку. Тоже очень интересное и важное соображение. Ну да, но на самом деле здесь энергии ведь не очень высокие. Всего 100 кФ примерно. Но о каких ты, Арайк, энергиях говоришь? Я говорю об энергиях до 1 или 2 кФ. Но для природы 1 или 2 кФ, могу сообщить, это тоже для живой, по крайней мере, природы. Это тоже огромная энергия. А в живой природе, как мы знаем, происходит реакция еще при меньших энергиях. Да, но она в том, что Рамзавера Тунстена, на самом деле эффект это не ядерный. Но там энергия вообще до 0, не знаю, 0,5 электрон вольт. Да, вот это уже природный диапазон. Вернее, ну такой живой природы. Да, друзья, значит, ну и давайте последнее. Спасибо Арайку. Я тоже пару слов. Мысль правильная, принципиальная. И действительно резонанс может дать эффект. Но вот комбинационное рассеяние гигантское фактически резонанс, условно говоря. И если это что-то будет найдено, а возможно это и есть. Мысль принципиально очень правильная. Но вот мы пока вне этого, в нашей работе. Вот я бы хотел сказать несколько слов уже в завершении. И я потом, Юрий, тебе дам уже для заключительного слова, как бы, я тоже некоторые соображения по твоему докладу хочу сделать. А потом тебе дам слово, сможешь еще что-то сказать. Значит, вот, когда я эту работу, ну я работаю уже лет 10 знаю, а хотя он больше, 30 там лет работает. Ну я где-то первый раз ее слышал лет 10 назад. Примерно лет 5 назад еще раз ее слышал. И вот теперь еще раз. Но уже, я уже об этом сказал, тут бор добавлен. Это очень важное добавление. Вот, работа продолжается. Она, мне кажется, очень близка к тому, чем мы занимаемся. Мы, я имею в виду те, кто занимается Леннер-процессами. Low Energy Nuclear Reaction. И в чем же эта похожесть? Дело в том, что, ну тут есть у нас разные точки зрения, но основная все-таки, вот основная линия такая нашего, наших исследований, она связана с наличием водорода. Поэтому наличие протона, по сути дела, это водород. Я хочу, кстати, Юрий сказать, может быть, ты об этом не говорил, может быть, ты этого не знаешь, но в палладии происходит ионизация водорода. И в палладии, в межрешетке палладия, водород уже не в виде водорода, а в виде протона. И когда ты бомбардируешь электроном и там что-то разрушаешь, видимо, немножко даже, то, возможно, выскакивают сразу уже не водороды из палладии. Палладий внутри вот эту ионизацию проводит самостоятельно. Так вот, во-первых, у него протоны, то, что нам тоже очень нравится. Во-вторых, вот разряд, по сути дела, начальная стадия, вот о чем мы тут педалировали. И когда Никитин вопрос этот задал, я тут тоже разъяснения какие-то пытался устроить, объяснение, разъяснение, то вот это разряд. Вот то, чем многие из нас тут занимаются. И вот эта похожесть, она наводит на мысль о том, что, возможно, процессы, которые у нас идут, у нас, которые мы не можем как-то понять, им привлекаем какие-то еще дополнительные, дополнительные, дополнительные модели, они связаны с тем, что мы, может быть, не до конца и ортодоксальную физику еще использовали. Вот что я имею в виду. Вот смотрите, для меня, например, лично для меня, в свое время было огромным стимулирующим фактором то, что вот статья Курчатова еще 1956 года, в которой он доклад в Харуэле делал о том, что, а потом опубликовал статью по приезде из Харуэла в УФА, и не опубликовал о том, что разряд в водородной плазме, в водородной плазме, ну, низкого давления, но примерно при 10 киловольтах разряд дает гаммы-кванты и нейтроны с энергиями 300-400 килоэлектрон-вольт. Вот это для меня было в свое время очень стимулирующим. И, казалось бы, как это может получиться, что ведь вы прикладываете всего 10 киловольт, а у вас 300 килоэлектрон-вольт. Как это может быть? Ну, вот работы Куреленкова, ну, и других, значит, его соавторов, ну, и других в мире людей показывают, что если процесс является колебательным, то там могут формироваться условия электродинамические, существенно отличающиеся от граничных условий. Границами в данном случае являются катод и анод. То есть внутри могут быть виртуальные катоды, виртуальные аноды, между которыми напряжение-то могут быть. Ого-го, какие! И для меня, например, вот было немножко разочаровывающим, когда я сегодня от Юры получил ответ, что несмотря на то, что тут такой колебательный процесс у него интересный образуется, но в целом все-таки напряжение очень похоже на то, что прикладывается изначально вот к анодно-катодному промежутку. Я-то ожидал, что там будет примерно раз в 10 больше. Хотя что-то немножко на эту тему о том, что вот в Боре там пятерка и так далее, может быть, что-то там такое имеет место. Но вот таким образом я хочу сказать, что возможно вот Юрий Константинович и мы, те, кто занимается Ленером, изучаем это, в общем-то, одно и то же, только пытаемся интерпретировать это по-разному. И вот в силу того, что мы не понимаем, как с ортодоксальной физикой все это объяснить, вот возникают идеи, связанные с тем, что мы не понимаем, что такое ядро, как там получается Е-захват или бета-захват, и потому что там трансформация ядра какая-то может происходить. На самом деле, может быть, причины гораздо проще лежат вне ядра, где могут формироваться коллективным образом, коллективным за счет огромного количества частиц, вот эти виртуальные катоды, виртуальные аноды с огромными напряжениями, которые могут все что угодно с ядрами в том числе сделать. Друзья, я закончил, и теперь, пожалуйста, Юрий Константинович, заключительное слово. Я, в первую очередь, хочу всех поблагодарить за терпение и выносливость, потому что третий час заканчивается. Спасибо всем за вопросы. Я все, что мог и что понял, намотал на ус, и в частности по поводу углерода, нужно посмотреть получше. Я, как сказал в самом начале, мы здесь ограничиваемся классической физикой. Но, конечно, Валер, ты прав. Если смотреть более тонкие вещи, можно много чего найти. И не только правильно по ладе, как он действует, его решетка, и что там происходит, и вообще, может быть, там сочетание Ленра и воздействия пучка, это следующее. В данном случае я просто вот хотел донести дослушателей вот этот сильно междисциплинарный, на самом деле, эту тему сильно междисциплинарную, и вот к чему она нас привела. А вот то, о чем ты говорил, конечно, это вот всем пишем один в уме, это все надо держать и быть готовым к совершенно новым вещам. Здесь я с тобой не могу не согласиться, и надеюсь, что мы что-то и здесь увидим. А пока что всем еще раз большое спасибо за терпение и интересные вопросы, вне зависимости от их, так сказать, формы и так далее, и о чем. Спасибо всем. Спасибо, Юрий Константинович. Друзья, наш следующий вебинар будет 1 февраля. Ну, вы получите извещение об этом. А сегодня у нас канун крещения. Очень интересный процесс. Некоторые считают, что он имеет отношение к Ленру. Масса работ на эту тему есть. Возможно, мы когда-нибудь эту тему тоже затронем. А сейчас я пока просто вас всех поздравляю. Ну, купаться не советую, а вот как бы духовно к этому процессу прислониться. Может быть, это и правильно. Друзья, еще раз всем спасибо и до новой встречи 1 февраля. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Спасибо.